Добрый вечер. Мороз несколько поменьше. Я так понимаю, что потенциальный ресурс, вы считаете, не политический мороз, а сугубо климатический. Я так понимаю, что для тех из вас, кто празднует это всего завтра, прямо сочельник, в любом случае, в такие уже предпраздничные дни мы собрались, господа, для того, чтобы говорить, на мой взгляд, на очень интересную тему. Поскольку я чуть-чуть больше знаю по поводу того, что будет сегодня происходить, то, скажем честно, вы не проживете. Я уверен, меня зовут Константин Эйкерт, и мемориал оказал мне такую честь, пригласил провести сегодняшнюю дискуссию, сегодняшнюю встречу с Еленой Мафиловой, президентом российского отделения государственной секции интернаши, российской секции, да, 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 это президент, это женщина, даже вице-президент. Да, и то, и другое, заметьте. И то, и другое, это вице-президент Трансперс Интернашного, президент Трансперс Интернашного России. Вот, и Генеем Голдмахером, и Георгием Сатаром, которые будут, я так понимаю, со-дискуссантами, со-докладчиками. И поскольку, в общем-то, все-таки в фокусе у нас, то, чем занимается Елена Мафилова сегодня, то хотел бы я начать вот с какого вопроса. Трансперанси – это борцы с коррупцией, ну, прежде всего, так сказать, с институциональной коррупцией, с, грубо говоря, системами, которые так неправильно построены, что генерируют коррупцию. И вот сколько, так сказать, мы все себя помним, наверное, весь, так сказать, постсоветский период разговор о том, что вот коррупция – это ужасно, что с ней надо бороться, надо что-то делать. Они постоянно эти разговоры разговаривают, как я сказал, разные люди. Всем ясно, что это очень большая проблема, в том числе проблема не только для, там, была, для начального этапа российской демократии, но и также для авторитарного режима, по сути дела, это тоже проблема, потому что делает ее менее эффективным, а значит, потенциально менее привлекательным для, так сказать, для поддерживающих его людей. Людей. Но почему все это, совершенно не все эти разговоры уходят куда-то в астрал и ничего не меняется? Вроде бы закон принимали, скажем, в начале до века была масса законов, благодаря экономических, связанных с облегчением налогового времени, транспарентностью, валютным контролем и так далее. А коррупция все равно и чему? Ничего с нашей точки зрения не меняется. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Костя. Не слышали, да? Реже нажать надо. Нет. С вашего позволения, я... Нет, 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 нет. Вот я, на ощупь. Я в какой-то момент встану, да, я буду немножко обрадить, потому что я бы, если бы, когда-то обрадил. И три маленьких предуведомления. Во-первых, Мори Крисмас, ко всем, кому это имеет отношение, и это, наверное, первое, первый случай в моей жизни, когда я сочельник, справляю, мало то, что в такой прекрасной компании, так еще и беседую на столь безобразную тему. Второе предупреждение, конечно, огромное спасибо Мемориалу за все эти лекции. Я хочу знать, что весь цикл лекций, не на всех я могла быть, я смотрела видео, и вот эта моя лекция в декабре. Это великолепно, что мы находим форматы, беседовать, встречаться, разговорить, дискутировать, спорить. Это, в частности, будет иметь отношение к тому, о чем я хочу сказать. В том числе, про почему у нас ничего не получается в области коррупции. И третье предупреждение. Я, конечно, дискутирую в своих предупреждениях жительными, я отказываюсь кафедрически, но побеседовать почту за честь. Потому что оба они мои друзья и коллеги, более того, конечно, Георгий Александрович, значительный следователь мой учитель. И как-то дискутировать у меня будет довольно сложно. Но я попробую. Так вот, почему ничего не получилось? И почему я, собственно, эту лекцию попросила назвать «Российская коррупция вчера, сегодня, завтра»? Это, конечно же, не лекция в прямом смысле этого слова. Это некие мои размышления про 15 лет. 19 декабря этого года наша организация исполнилась 15 лет. Соответственно, 19 декабря 1999 года четверо странных людей в таком сочетании Юрий Михайлович Батурин, Леонид Васильевич Никитинский, Екатерина Юрьевна Генева и я мы написали протокол о создании Центра антипоррупционных исследований инициатив «Точка». Никакого транспарта еще близко не было. Мы решили, что мы что-то будем делать. Идея у нас была в море. И у каждого были идеи. Леонид Васильевич Никитинский только что закончил огромный конкурс. Помните, было «Золотое пилот», да? Расследовательская журналистика с верификацией фактов. Куча всего. Юрий Михайлович написал несколько законопроектов и работал в МДМе вместе с Георгием Александровичем над докладом «Россия, коррупция, кто кого?» Так ведь? Это 1998-1999. И вот тоже тут. Не-не-не, он тогда готовился лететь. Нет, но он при этом все знал про ваш доход. То есть идей море. Екатерина Юрьевна, когда работая в фонде Сороса, по-моему, поддерживала кучу каких-то местных инициатив, связанных с какими-то прозрачными стены и так далее. А я до этого, я работала в Организации экономического сотрудничества и развития в том департаменте, который писал, принимал контенсию Организации экономического сотрудничества и развития в борьбе с коррупцией. И так получилось, что в какой-то момент, я жила себе в Париже, и все это было совершенно замечательно. И в какой-то момент ко мне, я стала на конфликтах и встречать людей, у которых такой вот значочек был, вот в петлице, вот как у меня сейчас, я не говорю, а тебе не стыдно? А вот тебе совсем-совсем не стыдно, что ты пишешь всякие антикоррупционные конвенции, всякие программы, всякие для Словении, Боснии, Эстонии, Латвии, а в твоей собственной стране ничего не происходит. И что-то со мной не так совершенно очевидно в тот момент было, что я вернулась домой и сказала, мой жен заявил, что мы покунемся из Парижа, а мы едем обратно в Москву, будем организацию делать эти коррупционные. Что, собственно, 18-го я прилетела, 19-го мы это все с коллегами сделали. И поскольку я прилетела вся, перегруженная всем этим, что она меня в тот момент давила, а у Transparency есть такой слоган, он у нас долго висел под названием организации Transparency, Contability, Integrity. Потом его брали, потому что мы очень красивые, там уже жутко жаловались всякие эти вот, которые, полиграфия, что они такие миленькие буковки мешают. На самом деле полиграфия может жаловаться сколько угодно, но на самом деле речь идет о трех П. Прозрачность, Подотчетность, Порядочность. Transparency, Contability, Integrity. И вот мы в наш устав, но у нас еще не устав, катаколы, мы пишем, мы будем продвигать прозрачность, подотчетность, порядочность. И вот мы пишем, пишем, а вы знаете, когда начинаешь сразу тебя так обуревает, такой восторг, пишешь, и вот это, и вот это сделаем, и вот это сделаем, и комната у нас в 4 квадратных метра в полуподвале, на Николаевской, отлично, вообще, опошка там где-то светится, вот так вот, вот так вот, у нас свет был, вот там же, вот так. И вдруг, ба-бах, все мы помним, что происходит в новогоднюю ночь, да, с 99-го на нулевой. И вот так, фу, интересно. А тут же, значит, всякие хитрые люди, типа Леонид Васильевича Антетинского, говорят, супер, это упаковывается. Я говорю, что? А чтобы было понятно, я из академической среды. То есть я никогда в жизни общественной организации не делала и близко, и вообще близко не была, ну плюс, конечно, какой-то активизм, 90-89, 90-91, ну такой, как все. Да, ходили туда-сюда, держали микрофон, около первого гумы от ГУ, трансляция, заседание фонда сайта, ну как все, ну не более того. И он говорит, все, делай программу 3П для президента Путина, прозрачность, подотчетность, порядочность. Уже тогда я поняла, что 6П это 3П. И так оно и вышло. Потому что в сухом остатке, и это вот про вчера, наверное, и отчасти про сегодня, так получилось, что вроде бы все бы там написали ровно то, о чем ты сказал. Административных барьеров меньше, и вот здесь должно быть меньше государства, и вот здесь вот должно быть этого больше, вот здесь вот должно быть это, тут, пятое, десятое. Но только каким-то странным образом вышла такая история, что слово прозрачность, страшно сказать, транспарентность, научился выговаривать даже самый тупой депутат, самого тупого муниципального собрания, не говоря уже о главном собрании страны. Подотчетность, тут получилось забавно. Когда мы бегали с программой подотчетности, нам один очень высокопоставленный чиновник сказал, о, подотчетность это клево, мы недостаточно еще знаем о наших гражданах. То есть никакой мысли о том, что это наоборот, это мы, граждане, хотим знать о том, что вы делаете и почему, в голову не приходило в принципе. И говорят, о, подотчетность, отлично еще собирать информацию. Соответственно, не взлетело, а если не взлетело, то в другую сторону. Да, мы с вами теперь сдаем о себе все, при каждом удобном, неудобном, а зачастую и абсолютно бессмысленном случае. И слово порядочность. Со словом порядочность происходит такая история, что когда я читаю лекции, я лекций читаю очень много, только что жаловалась Женя, что вчера приняла экземы 95 студентов в один день. И если это студенты-журналисты, на слове порядочность они начинают хихикать. И в этот момент у меня сердце падает вот ровно, ну, куда-нибудь должно падать, когда, там, не знаю, на меня какой-нибудь андалонный смысл. Но оно у меня падает от того, что я понимаю, что слово порядочность неприлична в молодежной семье, но немодно. И я вам приведу пример, о котором я говорила тысячу раз. И я от этого отолнусь, объясняя, что я думала про вчера, сегодня, завтра, и извиняюсь к теме, кто слышал этот пример. В 2000, в каком году мы делали этику для полиции, Дергей Александрович, 2005 или 2006, когда мы в университете МВД, читали пилоты. Нет, раньше. Третья-четвертая. Да, третий-четвертый. Вот в третьем-четвертом мы совершенно честным образом выиграли то ли мир, то ли не ОК, я не понимаю, что с эндемом, и писали этику для полиции. Перелопатили все, что угодно, и как честные исследователи, более же, полевики, надо попробовать на студент, на будущих полицейских, работает, не работает. И вот, февраль, сыро, снег, дождь, университет МВД на юго-западной дудили нам, этих студентов, выпускников, то есть завтрашние лейтенанты, мне подали 32 человека. Я не читаю, сколько там, 16 часов. Блестящие глаза горя, такие милые, я думаю, ой, жизнь там налаживается, такие милые, такие замечательные. Ну, действительно, задачки щелкает этические на раз. Некоторые, которые я не смогу, не могу забрать, решают на раз. Наступает день экзамена, вечер, за окном ужас какой-то, они мне пишут эти тесты, решают тесты, сдают, и вдруг встает один. И, как всегда, в каждом курсе есть самый бойкий, да? Самый бойкий, вот тот вот, который заводил. И говорит, Глядя Анатольевна, спасибо вам большое, такой замечательный курс, оно нам очень понравилось, все очень полезно, но вы же понимаете, что первое, что мы должны будем сделать, когда выйдем отсюда, это отбить те бабки, которые наши родители заплатили и поступили сюда. А у меня в руках пачка их работ про этику полицейской службы, и которые я уже проглядела, и там везде галочки в правильных местах. То есть все в правильных местах. Но первое, что они будут должны сделать, это заняться незаконным обогащением, называя вещи современным термином. И это все, я думаю, то ли в окно сейчас мы прыгаем, то ли до Яоса доехать и в ней утопиться. У нас офис на Яосе. Потому что все бессмысленно. И собираюсь, и вдруг стук в дверь. И входят трое. Вот реально крадутся, как в фильме «Шпионские страсти». Да, там, ну, фильм. Крадутся, стояться напротив меня. Яна Анатольевна, мы там говорили, в Британии есть такая специальная служба, вот где вот там вот система фунта и пряника фиксируется, безупречная служба. И говорят, стоп, 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 ребят, а что происходит? Они говорят, мы правда хотим знать про безупреченную службу, мы правда пришли служить, мы хотим служить и защищать. И вот мы хотим узнать, как это все устроено, вот по-настоящему. И говорю, подожди, Британии, у меня пришла часок, почему вы не спросили на лекциях? И они говорят, вы знаете, перед ребятами было бы неудобно спрашивать об этом. Потому что неприлично в их сообществе, это то, что в английском называется peer pressure, да, в этом сообществе неприлично задавать вопросы о служении, порядочном служении, о том, что ты это пришел, принято быть таким, знаете, немножечко глухолем, таким вот немножечко развязанным, немножечко коррумпированным, при этом симпатичным, эффективным. И этот образ, в общем-то, и продолжает повязывать, да, вот этот вот наш правопритель, он такой немножечко по ту сторону вот этих слов пропорядочный, но при этом кого-то ловит, кого-то пристребил, там, девушки, все хорошо. С этими тремя мы поддерживаем отношения, один из них где продолжает упорно делать карьеру, невзирая на что двое, так сказать, ушли, ушли напрочь, работают хорошо в коммерческой безопасности, продвигают антикоррупцию в коммерческой безопасности, а один борется. И вот тут-то, и вот ровно тогда я впервые начала думать про формулу Роберта Клитганда, который когда-то давно нам с вами написал, что коррупция – это дискрепционные полномочия, ну, полномочия в должностном лице, минус контроль, да, он так нам написал, что это, ну, дискрепционные полномочия минус контроль. А я-то смотрю, дискрепционные полномочия мы сокращаем, у нас в разгаре минус форма, контроль вроде наращивается и тут наращивается, и там наращивается, чего-то в формуле не было, стало не хватать, с вашего позволения я вам нарисую, чего мне не хватало. Если мы посмотрим на, вот тут вот возможности, да, я целиком скажу возможности, вот тут вот у нас недостаток контроль. Мы про вот это все неплохо знаем, про возможности, про дискрепционные возможности наших чиновников, правоохранителей, публичных должностных лиц в широком смысле этого слова. Сегодня имела бурную беседу в очередной в первый раз, почему про компенсию он против коррупции, если хотите, потом отдельно поговорим. Почему вся она разваливается целиком и полностью в нашем приложении к России? А там просто все про public officials. Ну, кто смотрел нашу передачу, нашу дискуссию там с Владимиром Владимировичем Позором, уже знаю, да, все там про public officials. Все там про public officials. Кто такие public officials? публичные должностные лица. Публичные должностные лица служат кому? Публике, да, обществу. А у нас кто? Субъекты антикоррупционного законодательства. Государственные служащие. Служат они кому? Государственные. Отчитываются они перед кем? Перед государством. Перевернутая субъектно-объектная связь, да. Но представим себе, что мы говорим про public officials. Окей, вот немножко так вот в сторону отступим и решим, что мы говорим про public officials. Публичные должностные лица, в которые входят и госслужащие, и муниципальные служащие, и, прости господи, лица замещающие государственные должности Российской Федерации, бывшая категория А, и депутаты, и правоохранители, и следователи, и прокуроры, и аудиторы государственные, и судьи. Все, кто защищают публичные интересы, да. Мы же про них, коррупция же у них у всех. Это у нас так получилось, что у нас законодательство их поделило, как пирог на маленькие кусочки. Знаете, как в начале 90-х, откуда вот вчера произдекает, был очень смешной рекламный ролик, где мама подавала на стол семье тщательно нарезанный батончик Марс. Вот, да, на маленькие кусочки. Вот у нас публичные должностные лица нарезаны на кусочки, как батончик Марс. То есть вот у нас отдельное законодательство для судей, вот для прокуроров, вот для следователей, вот для всех разных. При том, что конвенция, да, конвенция против конвенции, говорит про них, про одних целиком. Они все попадать должны под единые требования, потому что они все отправляют публичные функции, управляют публичными ресурсами. Можно называть их бюджетными, можно называть их муниципальными этими функциями, государственными. Это вопросы уже детализации. Так вот, про эти возможности мы все знаем. В принципе, административную реформу сколько раз писали? Три. Три, да? Снижение административного времени, уменьшение органов управляющих, министерства, агентства службы, одно окно, центры единой помощи, единого приема документов. Все это было, да? Снижение. Меньше, меньше, меньше чиновника, меньше чиновника, меньше правоохранителя. Только как-то мы их вот это все делаем меньше, а при этом сейчас, читая доклады последнего 2014 года, а их получается больше. То есть мы их делаем меньше, а их становится больше. Но при этом в теории мы все знаем, что надо делать с возможностями. Недостаток контроля. Мы тоже здесь в принципе все неплохо знаем. Мы знаем и про то, что контроль бывает внутренний и внешний. Если внутренний собственный контроль, да, там должно быть декларирование доходов и имущества, контроль за конфликтом интересов, там должна быть служба внутренней безопасности, куча всего внутреннего контроля, да, государство должно контролировать само. Но есть же внешний контроль, три столпа внешнего контроля. Расследовательская журналистика, без которой никуда вообще ничего не бывает без расследовательской журналистики. Общественные инициативы, общественники, заявители о коррупции, без которых тоже не бывает, да, те, которые принимают от гражданина его заявления и бегут с ним в прокуратуру, еще куда-то, еще куда-то. И высшая форма гражданского некоррупционного контроля, выборы, они не нужны не для того, чтобы люди могли побегать с разноцветными флажками, а выборы нужны для того, чтобы предотвратить консервацию коррупционной элит на низовом особенно уровне. Там, где у вас должно было быть детская площадка должна была быть, а вместо этого построили казино, да. И вы вот никак у вас не получается в силу того, что коррупционности правоохранителей заменить казино на детскую площадку, но вы как минимум можете сделать так, чтобы те люди, которые это сделали, больше не руководили вашим муниципалитетом. Для этого нужны местные выборы. И областные выборы, и фиберальные выборы, любые выборы. Выборы главный инструмент антикоррупционного контроля, для меня лично. А вот там вся эта идеология, там партии налево-направо, этого пускай другие занимаются, мне это тоже интересно, но как гражданину, а не как человек, который занимается антикоррупционной деятельностью. и чего-то не хватает. И я вдруг подумала, окей, я знаю страны, где с возможностями порешали, я знаю страны, где есть недостаток контроля тоже. И даже если вот нашу страну переложить на эти два шарика, означает ли это, что все в нашей стране должностные лица, у которых есть возможности, которые живут в этом тотальном отсутствии контроля, да, вообще никто не контролирует, вообще никто никого не контролирует. Ни внутренне, ни внешне. Все они коррупционеры. Вот все доедины. И мой абсолютный ответ, что нет, я знаю людей, которые не коррупционеры. Есть что-то еще. И вот об этом я начала думать в тот вечер, когда ребята мне сказали, говорили о порядочности, не принято вслух у нас, у будущих правоохранителей, у будущих полицейских, потому что большинством из тех, кто пришел на наш курс, сказали мне, ребята, движет не служение, а движет в тот элемент, который для меня сегодня и последние 10 лет моей научной работы является центральным объектом исследования, это алчность. Алчность, страсть к незаконному обогащению, стремление к незаконному обогащению, желание незаконного обогащения. Алчность не в том смысле, как снегоуборочная машина собирает все в карманы, хотя и это тоже. Алчность как обратное, как антоним ценностному служению. Алчность как антоним ценностям, вот тем ценностям, ну, которые являются основой, основ, на мой взгляд, нормального существования любого общества, разделяемые ценности. Они могут быть вот такие или сякие, но они должны быть. И если антонимом этих ценностей является алчность, то возникают серьезные проблемы. Как я уже сказала, с возможностями, ну, в общем-то, были у нас очень серьезные подвижки. Да, мы более или менее знаем и предлагаем, как внести законодательство о защите заявителей о коррупции. Мы неплохо знаем и, в конце концов, все новое федеральное законодательство о борьбе с коррупцией с 2008 года, федеральный закон о борьбе с коррупцией, закон об антикоррупционной экспертизе, который когда-то Георгий Александрович Сатаров в НТМе с коллегами придумали. Да, обконанное, но есть закон о праве граждан на доступе к информации. Все это для принимации. Мы технологически вот в этой части в принципе не очень, очень, вот в этой части мы в принципе что-то знаем и умеем. И наша вчера, вчера российская коррупция антикоррупция, это было занятие вот этим. Мы старательно придумывали инструменты. Мы придумали очень много инструментов. Измерять, лечить, поправлять. И вот у меня на полках стоит куча книжек, написанных уважаемым коллегам, именами, мною. Если собрать все, что там написано, есть такой 600-страничная книжка, изданная ООН, да, ну в связи с Конвенцией против коррупции, инструменты противодействия коррупции. Вот там есть абсолютно все. Вот ты ее берешь, и если у тебя какая-то коррупционная страна, системно-коррумпионная страна, просто применяешь. Казалось бы. Потому что все инструменты, как уменьшить возможности коррупционеров, как уменьшить присутствие государства, они вроде бы известны, да? У нас есть там в начале, в каждой книжке, написанной всеми организациями, в том числе присутствующими председателями, которые присутствуют здесь. Есть предуведомление, что у нас есть пять пререквизитов. Вот пререквизитные условия для успешной борьбы с коррупцией. Мы их повторяем так часто, как, не знаю, как я просто уже на зубах навязала. Но я повторю. Везде перед всеми этими инструментами, перед всеми этими прозрачные госзакупки, выборность низовых органов власти, возможная выборность низовых полицейских органов, ротельская журналистика, открытые государственные бюджеты, открытые муниципальные бюджеты, государственное общественное участие в общественных бюджетных слушаниях. Все это известно и описано, как это делать. И есть пять пререквизитов. Обязательно. Мы там пишем, что пять – это рамка. Это конкуренция в пяти видах. Конкуренция в хорошем смысле конкуренции. Конкуренция в пяти основополагающих видах человеческой верности. Конкуренция на рынке, свободный рынок, рыночная экономика. Потому что, когда конкуренция, нет монополии, которые таким образом сливаются с чиновничеством, что создают все те страшные формы коррупции, которые мы сегодня имеем в виде коррупционного рейдерства. Захвата целых отраслей, захвата целых больших предприятий, захвата огромного количества моногородов. Когда сливаются воедино… – У нас только инициатива идет от чиновников. – Да, так они вместе. А мы… – Классические рестораны. Сначала мы предупредили, потом мы подойдем. То есть конкуренция, да? У нас предупредили предупределение. Конкуренция. Нам нужна конкуренция. На рынке. Вторая конкуренция, которая нам нужна. Нам нужны свободные СМИ. В смысле конкурирующие СМИ. Чтобы были разные СМИ. Да? Свобода СМИ не в смысле. Свобода. Это Марьяна красиво стоит на баррикадах в виде свободы. А свободные СМИ – это значит разные СМИ. Одни говорят об этом, другие об этом. Они поспорят между собой. Кто-то на кого-то обидится, кто-то вызовет кого-то в суд. Но они должны разные. Самые-самые разные. Третья конкуренция, которая, безусловно, должна быть – это самая фундаментальная конкуренция. Именно поэтому она у меня по центру как вершина всего. Это, конечно, конкуренция в зале суда. Свободный суд. Суд, в котором люди конкурируют. Где обвиняемые говорят, а давайте допросим потерпевших. И мы, конечно, говорят, давайте, конечно, допросим. Вы имеете право. Они говорят, нет. Все, что вы помните просить, мы во всем вам откажем. Да? Конкуренция должно быть. Обвинение, защита, конкурируют на равных. И кто более профессионален, кто, на чьей стороне правды, тот и получит искомый результат. Свободные суды, судебная система. Четвертая конкуренция, которая нам, безусловно, нужна. Я уже сказала, да? Конкуренция политическая, электоральная. Да? Должны быть свободные выборы. Выбор. Люди должны конкурировать. Люди должны идти на власть. По власти люди должны конкурировать, потому что они иначе ничего не получается. И пятая конкуренция, страшно сказать, сейчас прямо скажу это в мемориале. Должна быть конкуренция в гражданском обществе. Должно быть много разных общественных организаций. Должно быть очень-очень много разных общественных организаций, которые занимаются множеством всего на свете. Которые занимаются контролем и закупок, и бюджета, и лесов, и болей, и там, отар, и домов, и архнадзор, и детишки, и пожены. И они все должны быть разные. У них могут быть разные подходы. Но когда их много, и когда они бьются с разных сторон за свои, вот эти сферы своего интереса, они неизбежно будут создавать вот этот самый внешний контроль. Это неизбежно. Это пререквизитная история. И что у нас получается? И у нас получается, что как-то у нас с пререквизитными требованиями к реализации любого антикоррупционного строительства как-то не очень хорошо получается. И я могу сказать про свой сектор, про общественные организации, например, про антикоррупционные. Вы не поверите, начинают цвести в последнее время как просто как маковое поле. И что-то их развелось, просто в свое время некого было позвать на семинар, сейчас как не повернешься, так совет антикоррупционный какой-нибудь. Или еще какой-нибудь очередной слет молодых антикоррупционеров. И это хорошо. Я же сама сказала, должна быть конкуренция. Но что-то они как-то очень забавно видят себе эту антикоррупцию. Они брошюры издают. Они брошюры издают. И вот как не зайдут к ней, они другу дипломы выдают. То есть дипломы, брошюры. Еще есть любимое развлечение удостоверения выдавать. И парочку мы таких с помощью правоохранителей схлопнули, которые помимо всего прочего еще удостоверения друг другу выдавали. И ходили по предпринимателям, денежку собирают. Вы же понимаете, в регионах, на местах это же ужасно ликвидный бизнес. Ты делаешь себе красные корышки, пишешь, что ты совет по борьбе с коррупцией. Есть такой, в поддержку инициатив президента по борьбе с коррупцией, инициатив президента по борьбе с коррупцией, делаешь все, чтобы золото, и с ним идешь, и приходишь и говоришь, не говорите поддержать нашу деятельность, какому-нибудь там лавочнику, с малому бизнесу, у того сердце падает, сами знаете куда, и конечно он повяжет, а потом приходится, потом он когда очнулся от этого, да, вот этого морока, такое предпринимание, он к нам приходит, и приходится нам сообщать о таких, в кавычках, антикоррупционерах, правоохранительных уровнях, разумеется, потому что это чистая вода мошенничества, но, конечно должно быть организации много, но конечно надо заниматься реальной деятельностью, реальным контролем на местах, это трудно, реальная гражданская антикоррупционная деятельность, это ужасно нужно, Наташа Чернышева не даст мне соврать, это ты сидишь, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, заваленный бумажкой, пыльными, и копаешься, и копаешься, и копаешься, все думают, что антикоррупционер, там на белом коне, в сияющих латах, на первой странице коммерсанты, такое получается раз в три года, хорошо если, да, вот когда ты выдал на горах какое-нибудь расследование, у тебя что-то получилось, на самом деле, а вот такая реальная низовая муниципальная, если это про муниципалитет, про какую-то закупку, например, мы проанализировали все муниципальные закупки всей Владимирской области, 7 месяцев, все до одной, вот все до одной, спрашиваются, то есть никто не видел людей, которые это делали, они сидели, их не было видно, они посмотрели, и знаете, что мы выяснили, что цена на товары первой необходимости ниже в тех муниципалитетах, где есть хотя бы один представитель другой партии. Вот как так получается? А мы просто считали, мы обсчитывали и искали хоть какие-то взаимосвязки, хоть какой, любой партии, хоть партии инопланетян, не важно, не важно. И вот понимаете, эта гражданская деятельность, ее должно быть много, должно быть развиваться, главное, она не должна быть имитационной, потому что у нас сейчас все ведут борцы с коррупцией, имитационная борьба с коррупцией, и это очень важно, я хочу сказать тем людям, которых сейчас соблазн свербит, ну да, коррупция высоко стоит в повестке дня, траляля, траляля, имитационная борьба с коррупцией со стороны гражданского общества порождает цинизм и недоверие, а самое главное, для того, чтобы ты этим занимался, по-настоящему занимался, у тебя должен быть один единственный капитал, который возвращает нас сюда, ценности. Единственной ценности, которая есть у любого человека, который занимается гражданской антикоррупцией, коррупционной деятельностью, это репутация, вот вообще ничего нет, может не быть офиса, не может не быть телефона, не может быть вообще ничего, у тебя должно быть одно единственное, что тебя может куда-то привезти, это репутация. Знания ты дочитаешь, ты придешь коленом, спросишь, если у тебя нет репутации, то забудь. И вот наша вчера, нашей коррупции, про которую все говорят, ой, она такая была олигархическая, вот в тот момент, когда мы пришли с этими тремя, ПЭГа президента, Путина, прозрачность, подотчетность, порядочность, она наткнулась на нашу недооценку вот этого важности работы вокруг слова порядочность. Потому что, как потом выяснилось, стояли задачи перед молодым, быстро растущим президентом, у него были свои цели, были свои задачи, какие были, такие были. Да, началась создаваться вертикаль, силовая вертикаль. И вот это вот сейчас нависшее, кстати говоря, большая просьба к товарищам журналистам, ну прекратите вы называть просто богатых людей олигархами. По классике олигарх это капитал плюс власть, да, а когда любого человека из Форкса, который просто там сидит в Лондоне, у него есть, ну, сколько-то миллионов, называют олигарх. Он не олигарх, он условно богатый человек, пока. И это не его достижение, а чьи-то недосмотр. Вот. А олигарх это власть плюс большой капитал. И получается, что олигархи вовсе не те люди, которыми их называют. Олигархи, конечно, люди во власти, владеющие значительными состояниями, владеющими значительными частями нашей экономики. И вот это вот перескок из вчера, когда олигархами были они, да, в той же терминологии, а терминологию взяли и перескочили сюда. А это уже совсем другие люди. Уже совсем по-другому перераспределилась собственность. Уже совсем по-другому работают коррупционные механизмы. Если когда-то, давно мы говорили, что коррупция в России делится на два вида, добровольную, да, когда мы сами хотим давать взятку. Взятка комфорта и взятка вымогательства, да, когда, ну, нас говорят, давай, иначе ничего не будет. И высшая форма коррупционного вымогательства – это коррупционное рейдерство. Сейчас мы смотрим, что коррупционное рейдерство, оно просто начинает накрывать, как ядерный грипп. То есть, и учитывая, что экономический кризис, мне страшно подумать. Эти же люди тоже сейчас начнут недоедать. Да? Бизнес сокращается, а эти люди привыкли получать то, что они хотят. А их порядка 10 миллионов. И тут мы со словом «порядочность» въезжаем и говорим. И вообще-то это все про ценности. На самом деле это все действительно про ценности. Потому что единственный… А я так понимаю, что мне надо заканчивать, чтобы у нас была возможность побеседовать. Ведь единственная хорошая новость, а вы не поверите, у нас есть хорошая новость в нашей деятельности, это то, что весь тот низовой гражданский антикоррупционный активизм, который я, безусловно, сейчас вижу. Я его вижу, я езжу по стране. Я проехала в этом году более, там, не знаю, 15-17 регионов России. Везде есть маленькие фонды борьбы с коррупцией и транспортностью. Везде есть Микро, Навальный, Конфилов и кто угодно. Везде есть. Везде есть. И это люди, которые не очень умеют в части возьмут инструментов, но они противопоставляют ценностный подход вот этой вот самой алчности. И это люди средний класс, это люди с образованием, люди, которые были в бизнесе или которые были в государственной службе, разочаровались. Это то самое низовое гражданское общество, то самое grassroots civil society, о котором нам все говорили. Когда-то, вот вам оно очень нужно. Помнишь, Аксения, где-то в конец 90-х, когда мы первые семинары, мы говорим, grassroots civil society. Давайте скажем правде в глаза. Большинство наших общественных организаций, вот старого, вчера, это имеет отношение к коррупции. Они же все лидерского типа, правильно? Есть лидер, и за ним пошли люди. А то, что я вижу сейчас, это совсем другое. Только смотрите, они сетевые, они низовые, они растут снизу. И я вообще даже не знаю, кто у них там лидер, но они делают дел. Они зачастую вообще не существуют в физическом представлении. Они там в интернете эти закупки в каком-нибудь Джарлинске контролируют. Какой у них лидер-то? Но это и есть то низовое гражданское общество. И когда я, всем этим ужасно заботившись про слово порядочности, ценности, начала их всех спрашивать, они мне стали отвечать. Именно вот это все. Научите нас как. Но для нас самое важное, это то, чтобы в России не правило баллов, не отсутствие выборов, не отсутствие там еще чего-то. Вот алчность, это невозможно. Вот эту вот армию надо останавливать. То есть идет противопоставление ценностей одного сообщества. Ну, одной части сообщества, а другой части сообщества. И это завтра нашей антикоррупции и нашей коррупции. Потому что ничего хорошего из этого противопоставления, если вот так вот его оставить, как есть, не будет. Более того, у меня есть пока еще не до конца додуманная мысль, но мы ее обсуждали на форуме, где Костя тоже был, в Калиграде, на форуме Орвала и Кавки. Есть такой замечательный форум. Всем очень рекомендую форум имени Орвала и Кавки, где есть возможность поговорить о всем, что пошло по Орвала и Кавки. Вот. Мы там говорили про вот эту вот институционализацию алчности поколения недоедавших комсомольцев, да? Про то, как вот они тогда недоедали, а потом они взяли и создали институт гиперкомпенсации за то, что они тогда недоедали и были никем. А 90-е их окончательно придавили, да? Ну, кем были правоохранители в 90-е? Ну, никем, да? Мы вообще никем. И вот эта их институционализация, алчный стиль, в смысле гиперкомпенсации за все ужасы, которые, как они думают, они претерпели, они все равно в корне имеют вот этот ценностный элемент. Как с ним справляться? Давайте думать вместе, давайте говорить вместе. Но у меня есть ощущение, что, когда я смотрю на те события, которые происходят в мире, с какого-то перепугу большая двадцатка принимает... В прошлые годы, а мы, Transparency International международной, мы каждый год двадцатку активно сопровождаем антикоррупционным образом, каждый раз приходилось упрашивать. В этот раз впереди собственного визга приняли антикоррупционные требования. Высшие стандарты раскрытия бенефициарных собственников. За буквально шесть недель своего существования новый состав Еврокомиссии, Еврокарламента принял создание публичного реестра бенефициарных собственников для всех стран Евросоюза. Еврокомиссия самоналожила на себя Transparency и Мишакивы. Их никто не требовал, нет такого закона, нет требований. Сами будут фиксировать у себя на сайтах каждой чиновник Еврокомиссии свои встречи с лоббистами. Сообщали. Но ко мне приходил бизнесмен, ко мне приходила общественная организация, потому что прозрачность. И я наблюдаю это в очень многих странах, я наблюдаю в очень многих сообществах. Есть ощущение, что завтра вот этой вот нашей коррупции зависит от результата чего-то, что я бы назвала большая мировая глобальная ценностная революция. Потому что когда-то были возрождения, после средних веков была культурная такая революция, потом была техническая революция, потом была идеологическая революция. А вот ценностной как-то не было. И у меня есть ощущение, что мировое сообщество, средний класс, образованный класс мирового сообщества, те люди, которые почему-то из благополучных домов в Манхэттене, Лондоне, из Москвы едут спасать детишек в Африке, под Кострому или еще куда-то, они движутся совсем какими-то новыми ценностями, в том числе в части служения, в части того, чтобы уменьшить вот этот вот треугольник, который возникает между возможностями, контролем и алчностью. И такое завтра мне нравится. Но нам осталось придумать, как сделать так, чтобы мы всей страной из этой ценностной революции, которую, ну, наверное, я ощущаю на уровне интуиции, в общем, не выморвались. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо огромное. У меня, как всегда, в таких случаях пара... Первый вопрос вот какой. Как-то вот там разговор о ценностях, это все, конечно, понятно, все замечательно, но в последние, там, ну, может, 10-15 лет, 10 уж точно, наверное, в России коррупция, ее достаточно классической формы, там, защищение госбюджета, да, вот бесконтрольных возможностей, является не просто неким фактором, существующим, так сказать, вот как таковым в обществе, а это фактор политического управления, по крайней мере, был до кризиса, то есть, кстати, безнаказанность или, там, безопасность от антикоррупционных присоединений в обмен на лояльность. Что об этом можно сказать? И есть вопрос, наверное, фоллоуап номер два. Прошу. А что можно сказать? Да, в какой-то момент коррупция превратилась в... То есть она, она существует вот внутри этой вертикали. На самом деле, любая вертикализация, любая монополизация, она сама собой подразумевает создание внутри этой вертикали, если мы говорим про управленческую вертикаль, политическую, идеологическую вертикаль, создание вот этой системы внутренней взаимной лояльности. Я знаю, что ты знаешь, что я знаешь. Что автоматически отрицает, фундаментально отрицает главный правовой принцип антикоррупционной деятельности неизбежность и неизбирательность правоприменения. Потому что в системе внутренней, вертикальной взаимной лояльности неизбирательности и неизбежности правоприменения быть не может в принципе. И, соответственно, то есть оно все складывалось по классике. На самом деле тут нет ничего такого, чтобы выбилось за пределы классического развития таких вот вертикализированных коррупционных систем. Ну, за исключением того, что а. это происходит с собственной страной, и к окончательному патриоту тебе это ужасно неприятно. Б. это то, что, конечно, объемы, цифры и объемы средств, они, конечно, поражают воображение, они связаны ведь с совпадением всех этих процессов с этим совершенно неожиданно и, в общем-то, не очень заслуженно пролившим ценам газ нефтегазовым и золотым дождем начала, ну, середины нулевых, да? То есть оно образовалось вот в совокупности этого. И в результате, понимаешь, вот слово гипер здесь, оно везде полет. И гиперкомпенсация, гипервертикализация, и гипернезаконное обогащение. Но только у всего есть свои собственные причины, многие из которых обусловлены тем, что классическая схема наткнулась на обширные материальные нации и возможности. Второй вопрос. Последние там 10 лет многие говорили об успешном антикоррупционном опыте Грузии. Если сейчас говоришь с грузинскими друзьями, они говорят, разное на самом деле мнение, одни говорят, да, все-таки было намного лучше при Саакашире, сейчас стало хуже, другие говорят, да, стало хуже, но тем не менее, какие-то базовые вещи все равно остались из того, что было сделано. Но то, что я слышал, это как раз то, что в конечном счете сугубо административный метод, административно-финансовый метод антикоррупционной борьбы натолкнулся на определенные тренды в обществе, которые не имеют отношения даже, может быть, и к тому, что это советское или не советское. Как вы оцениваете, и твои коллеги в Грузии оценивают грузинское? Оценивают очень-то резво. Понимаешь, мы вообще очень любим искать себе кумиров, вообще, хлеба не кормили, иди себе кумира, а самое главное, первый, или, как правило, второй вопрос, который все задают, это, а по какой модели мы будем делать вашу антикоррупцию? И, конечно, и вот дайте нам выкройку, а мы по ней платят строим. Такого же не бывает. Это самое ужасное, что может произойти, это будем сейчас строить по какой-то выкройке. Перечень инструментов, да, но дальше подбирай себе сам, старайся, работай, это будет твое, потому что нет абсолютно одинаковых стран. И очень многие сейчас, и был такой период упоения, называли грузинская модель. А я считаю, что моделью что-то можно называть, когда она показала свою устойчивость лет 10-15. Оно не дало отката. Хотя, такая модель, и даже в первые годы, в общем-то, показывая довольно высокие, высокие, какие-то результаты и серьезные успехи в части административной коррупции, там, полицейской коррупции, вопросы к политической коррупции продолжали оставаться. Клановость, непотизм, фаворитизм, конфликт интересов, это, в общем-то, на чем, собственно, и произошла смена президента. То есть, это не модель абсолютного, вы абсолютной выкройки, которая дала результат. И мои коллеги страны все это все видели, говорили, ребят, нельзя вот здесь выделить уголок, не бывает островков прозрачности. Вот вы сейчас полицию почистите, а типа, а вот сюда мы смотреть не будем. Здесь у нас выделение земель, приватизация, о, вот сюда мы смотреть не будем. Так не бывает. И поэтому где-то какие-то вот те откаты, которые происходят, произошли и будут происходить. А мы увидим устойчивость модели лет через, давайте 10 лет подождем. И если хорошие практики из того сектора административного полицейского распространяются на другие сферы, мы скажем, о, модель заработала, то есть оно пришлось, начало захватывать другие территории. А если произойдет наоборот, куча практики поглотят административные, успехи в административной, в административной коррупции и полицейской коррупции, мы скажем, упс, не модель. На самом деле, перед тем, как предложить выступить Сиднин Шлемович, я бы хотел вот одну маленькую вещь уточнить. Ведь я недавно упомянул общество как таковое грузинское, там не то, что постсоветское или какое-то еще. Вот в какой степени надо, такой вопрос странный, вот национальный характер, он... Национальная культура. Национальная культура. это начать рассуждать про специализированную российскую коррупционную ментальность. То есть, вот это вот вжиг, вот то есть падает планочка, то есть красная пелена в глазах. Я в это не верю. И я готова об этом отдельно спорить. Но это отдельно спорить, это отдельная дискуссия, в ней много аргументов. Я вам более того скажу. Вчера мои студенты высшей школы экономики есть такой курс у меня стратегии противодействия коррупции. Они вчера защищали стратегии. Я вылечу на сайте. Кстати, говорят, зайдите, посмотрите, у меня вчера принимали эти стратегии целое жюри. Я пригласила своих коллег, Дениса Примакова, Ваню Бертина и Михаила Зайгоря, потому что там много было медийных стратегий. Вот одна из стратегий называлась стратегия СМИ по развенчанию мифов российской коррупции. Они сначала установили перечень мифов про российскую коррупцию. мединские. Отлично. Это называется анти-мединские. Вот это ровно анти-мединские. Потому что там все они мне принесли много историй, но я их подтолкнула к этому в свое время, потому что на какой-то лекции в каком-то регионе России пришел ко мне такой совершенно юный молодой человек и задал твой вопрос совершенно по-другому. Юный? Юный-юный, лет 17, наверное. Он мне задал вопрос. Такой, 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 наушнички, такой модный, очень симпатичный. Вот, и говорит... Начинающий химистов. Да, такой. И говорит, а вообще это тоже интересно, но вы же понимаете, что наше общество живет по принципу, 17 лет, я говорю, на вскид. Вы же понимаете, что наше общество живет по принципу, неси с работы каждый гость, и здесь хозяин, а не гость. Я поворачиваюсь, спрашиваю, а ты откуда об этом знаешь? Потому что, ну, скажем, я и те, кто здесь постарше, этот советский принцип знать могут, но 17-летний-то откуда? Он говорит, а папа так всегда говорит. И поэтому это не национальное, это внутрисемейное, это внутрикультурное, но это может быть совсем в разных национальных группах и по-разному национальным образом решаться. То есть, я не считаю, что российский менталитет каким-то специальным образом устроен на заточенную активность и в принципе, я знаю, огромное количество людей с отсутствием этого коррупционного менталитета в нашем обществе. Отсутствие. Другое дело, что карьерные возможности и система карьерных лифтов и карьерного отбора, которая сложилась в последние 15 лет, даже больше, чем 15 лет, 25 лет и тут можно много кому вопросов-то задать, а она в общем-то привлекала совсем другие людей с другим ценностным набором. У нас же, ты понимаешь, Костя, у нас же людей при приеме на работу спрашивают много о чем, но вот каким-то образом выяснять вот этот ценностный ориентир у нас как-то никогда не было принято и вряд ли будет в обозрении есть у меня так сказать и к вам тоже такие персонализированные вопросы, но вот вас все-таки как экономисты и правительственные эксперты, и замдиректора ММО я бы хотел спросить вот о чем. В какой степени сегодня можно говорить о том, что ну скажем, в 90-е годы было понятно, что в определенной степени коррупция коррупция была ну может быть вещью не хочу сказать естественной, но понятной в условиях отсутствия институтов, где просто было не всегда понятно куда зачем идти и так далее. Это была даже своего рода такая какая-то может быть смазка помогавшая функционировать экономике. Но сейчас уже в какой степени вот это традиционное опять же представление том же русский бизнес говорит хорошо мы привыкли, мы хотя бы знаем как жить в этих условиях. а в какой степени это действительно так в какой степени это модель которая продолжает психологическая модель оправдывающая коррупцию продолжает работать. Ну вы вообще не правительственный эксперт Ну вы были правительственсквожком Игорев 000 Я был в правительстве но я принципиально отказался работать в этом спер�kt ata открытом правительстве всякие прочие вот эти фейковые структуры типа общественной палаты тоже прочее Поэтому для меня Вы консультировали правительств указался знаком с некоторыми людьми Давайте так скажем. Мы даже знаем некоторые их фамилии. Возможно, в будущем действующих. Не знаю, это никто не знает. Так вот, насчет модели. Я просто хотел действительно сказать, вот это я вот не просто ли я сказал. Ну, ценности я согласен, безусловно, здесь для меня тоже этот вопрос ясен и понятен. Но мне кажется, что всем в свое время. Мы тогда рассуждаем о России, и это была, собственно, наша вся беда в 90-е годы. Мы почему-то себя ставили в один ряд с Германией, Францией, даже Польшей. То есть Россия страна с совершенно другого экономического и социального плана. Мы, это Латинская Америка, причем я бы так сказал, такая даже не нынешняя, а которая была тогда. Это вот такие компрадорские, как вам такое слово, да? Компрадорские режимы, где существует бедное население. Я думал, я Латинскую Америку неплохо знаю и видел, как живут и часто эти крестьяне. Послушайте, какому-то перуанскому крестьянину, Лену, придешь и скажешь про то, что надо с коррупцией. Ну, как-то он не очень понимает даже эти слова, возвращаясь в Россию. Москва, это, конечно, понятно, есть проблема крупных городов, тут много образованных людей, начитанные, там, Москва, Петербург, миллионных городов. Ну, и то не так. И то, это все тоже, мне кажется, большой миф. Потому что страна, наша страна находится в совершенно другом, в совершенно другом, в совершенно другая весовая категория. Я бы сказал так, это где-то, если сопоставлять со сторонами Запада, где действительно вот эти какие-то институты коррупции, антикоррупции есть, институты коррупции есть, конечно. Есть вот эти все сдержки Петровиса, о которых Лена договорила, вот эти пять и прочее. И мы в этой шкале временной находимся, я думаю, где-то там в конце девятнадцатого, начали двадцатого. Ну, я бы так сказал. Вот. Такое, знаете, «ректар» американский. Собственно, мы его сейчас, ну, по крайней мере, до недавних пор переживали по полной программе. То есть стоит перечитать «Старикадок»? Да, конечно, конечно. Я когда читал, помню, еще довольно много лет назад, и у меня было полное ощущение, что что-то происходит в России или будет происходить довольно скоро. Вот. И я бы сказал так, что в такого рода ситуациях не уникальных. Россия не находится, конечно, в уникальной ситуации. Хорошо говорить про оборудование с коррупцией, это нужно делать обязательно и так далее и тому подобное. Но все-таки, как Лена сказала же в конце, почему на Западе действительно появилась большая группа людей, которые вдруг ни с того ни с сего, да, у них вроде все с нашей российской точки все в порядке. То есть, там, квартира, дом, зарплаты неплохая, там, машина, ну, вот наш, классический, да? И вдруг они идут, там, защищают экологию, там, они там, я не знаю, там, волонтерами, там, гуманитарную помощь, тоже знаем многих таких людей на Западе. Вот. Но потому что эти люди, это общество прошло определенный период развития. Понимаете, люди, извините, немножко надеялись. Немножко надеялись. Что у нас прошло в 90-е годы? Лена правильно сказала, появилось большое количество людей, у которых вдруг у них появилась возможность из какой-то, вот это я помню, в советское время изучал тогда тоже уровень жизни нашего советского народа, производства жутко не щекли, я бы сказал, недоступности, много чего, вообще из-за отсутствия всякого выбора, да, когда был один сорт колбасы, и то его часто не было, вдруг появилась возможность чего-то такое, где-то заработать, получить и прочее. Ничего страшного нет, это нормальное, абсолютно вот такое состояние, когда действительно институты не работали. Старые сломались, новых вообще-то не было, и как бы ничего такого страшного не произошло. Самое страшное произошло, конечно, уже сейчас в путинские годы, когда какое-то количество общества уже более-менее наивилось, да, начало появляться какой-то радующий уродливый недостаточно советский народ, потому что он в основном у нас такой чиновниче-бюрократический госкорпоративный, я бы так сказал. И, кстати, связано с коррупцией очень сильно очевидно, вот, но, тем не менее, вот это развитие, если бы оно еще шло, параллельно с развитием, конечно, политических институтов, гражданского общества, ну, лет там через 20-30-40, ну, знаете, типа Бразилия, да, она прошла череду там диктаторов военных переворотов, там Мексика такая-нибудь, да, вот Мексика очень близко, да, там же были правители, которые сидели по 30-40 лет, вот, вроде бы там, кстати, было очень много имитаций всяких, менялись там, якобы, там, выборы были и прочее, да, ну, может быть, через 30-40-50 лет бы в России много, действительно, в общественном обсуждении вопросы об антикоррупционных практиках были бы популярны, и они бы имели какое-то большое значение, вот. Ну, у нас, конечно, произошел срыв, вот в эти годы, в путинские годы, произошел срыв, конечно, в сторону очень сильной деградации, потому что государство появилось в небольшие деньги, а государство превратилось в корпорации, ну, просто... В силу алчности? Ну, в силу того, что, ну, может быть, алчность какая-то. Ну, потом, Лена, я, ну, надо бы спорить, потому что такое алчность, потому что, ну, скажем так, знаю людей, для которых там, не знаю, там, лишний миллиард уже не прибавляет в состояние там ничего, это уже просто спорт. Я заработал, я заработал 5 миллиардов, начнете, минуточку, минуточку, это на велосипеде. Вот я сел на велосипед, ну, все, ну, я если вот сейчас перестану крутить, я, конечно, не буду днищим, я не разорюсь, ну, это спорт, почему? Жень, Жень, я не могу не сказать это, потому что ты сказал слово велосипед, извини. Ну, микрофон уже включи, тогда нет. У меня включен микрофон. Отключен? А, я не вижу. Это ровно та история. У меня есть знакомый вот человек, который купил себе седьмой Ламборджини. Я его спросила, там, зачем тебе седьмая Ламборджини? А он говорит, типа, а они еще нравятся красный, Volkswagen, Zhuk и так далее. И я вдруг поняла, потому что я его знаю, нам было лет по 13-14. Понимаешь, ему в 72-м году родители не подарили велосипед на Новый год, потому что не могли себе позволить. И у него все это Ламборджини, это та же самая компенсация. Понимаешь, он Ламборджини покупает, а велосипеда так и нет. И девятый будет, и десятый, и никогда не будет. Значит, многие люди, допустим... То есть, они не имеют? Нет, я по вопросу об алчности, по вопросу об алчности. Вы просто понимаете, о чем идет речь. Вот. Зная, там, те же правительственных чиновников, которые имеют какие-то огромные там усадьбы, состояния, ну, якобы официальные. Снова же, это не потому что алчность. Это потому что они, так понимают, статус. Вот это статус. Я же, еще раз говорю, это немножко более сложная проблема. Но я хочу вернуться к тому, что дальше. Вот мы свалились с того, что государство приватизировано. Я бы так сказал, его в таком настоящем институциональном смысле нет. Вот Лена говорила про борьбу с коррупцией, там, public officials. У нас нет public officials. У нас их даже нет. Не потому что там имитация выборов. У нас нет. У нас просто есть некий CEO, и у нас есть, так сказать, совет директоров. Есть нанятые люди. Мы все с вами наняты в той или иной степени. Даже кто считает, что работает в частном секторе. Мы нанятые вот этой корпорацией через разные возможности арестного пирога, которые с нами обсуждают. Та же самая коррупция и прочее. Мы на них наняты и мы на них работаем. И в этих условиях для того, чтобы мы могли что-то сделать с коррупцией, которая действительно превратилась в ответ на ваш вопрос. То есть это совершенно другого типа коррупция. Потому что в 90-е годы действительно была такая модель. Были какие-то чиновники, были какие-то структуры. Было понятно, вот эти. А вот какой-то бизнес, который сам поцепит. Ну да, надо решить вопрос. Надо к этому. Знаете, когда я в мою приемную в аппарате правительства, я же курил в том числе фармацевтическую промышленность, но если бы мы секретаршу пытались подкупить в 97-м году, в 98-м, представитель фармфирмы, чтобы она сообщала им, кто ко мне ходит. Да, вот так вот. Ну вот, вот и опыта, да. Ну, Аленджи пошел и дальше в том же году. У него был тариф за телефонный звонок, за письмо и за завод в кабинет. Вернее, как, вот у секретарей, понимаешь? Ну, нет, все эти механизмы знаю прекрасно, я могу потом как-нибудь, когда, не только старости, написать, как это все было, знаю и цены, и прочее, наблюдал. К счастью, вовремя выскочил из этой мясорубки. Ну, это все известно. Я просто к чему говорю. Сначала надо понять, чего нам сделать с этим государством. Потому что, нападать на него, такими наскоками, да, вот, удалими, как делает Лена, общественники, я только на их стороне, дай Бог, он и доволен. Это, знаете, это, ну, как бы, левиафан, да? А тут какие-то вот такие люди, которые вокруг, даже маленькие люди, суетятся, прыгают и так далее. И, конечно, хотя бы, совершенно верно, нация поддерживает тоже. Значит, нам, безусловно, необходимо, с моей точки зрения, сейчас, если какие-то реформы когда-нибудь вообще, не знаю, остался ли это какой-то шанс, просто, что называется, расчистить поле того, что называется госуправление, его реформировать невозможно. Вот ты привела примеры. Так я сказала, что невозможно. Я участвовал тоже, какие-то писал по руку матери, какие-то функции, там, регулирующие, где-то, там, я не знаю. А регулирующие вопросы? Это, я помню, писал тоже, по-моему, раз-два. Почему я сказал, сколько раз, я уже даже не помню, сколько раз это было. Вот, значит, просто, я бы сказал, это государство нуждается в индустрии. Вот, в целом, как институт. Не люди, которые работают, там действительно, там, цареров не так много, там есть честные люди и так далее. Просто этот институт должен быть отправлен в отставку, не знаю каким образом, не знаю. Вместо него, мы должны, видимо, какую-то довольно длинный период, то, что 90-е годы бросили, в силу объективных обстоятельств. А потом это прервалось вот этим вот, ну, пусть будет, пусть будет, туэктом Ректаре. Да? Ну, это просто выстраивает государство, которое классика, да, является там, компактным, эффективным, я не знаю чего. Плюс к этому, естественно, все институты, о которых Лена говорила, связанные со СМИ и в гражданском общественном. То есть, только в этом случае, но это, конечно, должно строиться, последнее, что я скажу, все-таки, я занимаюсь экономикой, это должно строиться, конечно, не в условиях той экономики, которую у нас есть. Полная либерализация. Я не шибкий либерал. Вот, вот, вот. Вообще, я не шибкий либерал. Вот абсолютно. Я вообще, как бы, не сторонник отзывателями там либералами, государственниками. А были в России все эти понятия сбиты? Нет, это полная ерунда. Потому что я всегда говорю, у государственников есть антипот. Это анафисты. Да. И это Маркс Ленгес, который писает, что государство вообще-то отмирает. А либералы, это и есть консерваторы, на самом деле. Ну, и так далее. Да. Это отдельные, соответственно, действия. Вот. Это вот Георгий Александрович знает меня, наверное. Но я просто к тому, что, с моей точки зрения абсолютно, полная либерализация, возвращение, пусть будет 90-е годы, как это может быть, для кого-то не звучит тяжело, когда все-таки, с точки зрения экономики, экономической жизни, вообще либерализация была достаточно высокая. У нас была единственная корпорация, это был Газпром. Ну, Виктор Степанович, так сказать, держал его, пользуясь административным ресурсом и прочее. Но у нас не было всех вот этих монстров, типа там Роснефти, РЖД и прочие всякие дела. Чубайс попробовал, что называется, приватизировать по-настоящему РАУЕ, что не получилось, очевидно. Потому что, совершенно верно, в одной сфере маленькой даже ты что-то будешь продвигаться, тебя все это обратно втягивает вот в это окружающее болото. Поэтому вот это единственный сейчас вариант, я повторяю, максимум либерализации, максимум свободы в экономике, фактически самоспасения наших людей. В этом смысле, да, социальных террорий. Я согласен, потому что наши люди привыкли надеяться на это государство, на вот эту корпорацию, которая какие-то крошки там сбрасывает и прочие дела. Но вот такой вот период, к сожалению, мне кажется, единственный вариант. Вы практически ответили на мой вопрос, потому что мой вопрос был как раз о том, насколько, поскольку очевидно, что реформа и реформирование государства и институтов сверху, ну, либо невозможно совсем, либо возможно очень ограниченном масштабе, то требуется ли тотальная либерализация экономики и переход на, так сказать, очень, ну, в прямом смысле, американском смысле, все консервативные позиции в отношении экономики. То есть экономика свободного рента, это факт. Но, вы знаете, какое будет возражение в этой связи, и связанное, конечно, влияющее, в том числе и на все, что касается коррупции, скажут, ну, понимаете, вы говорите про компактное государство, компактное государство в Финляндии, компактное государство в Швеции, там где-то еще, ну, вот уже даже, например, так сказать, в какой-нибудь стране, ну, побольше, возьмем Турцию, которая идет, вроде, по пути соответствующего развития, в общем, является демократией формальной. Государство уже не очень компактное. А Россия, которая занимает, там, 7 часов поясов или 8, или сколько-то час, в ней невозможно создать компактное государство, потому что это большая территория, и надо так и управляться. Вот, что в НЭС? Децентрализация. Это абсолютно понятно. Здесь в условиях такого большого страны, как Россия. Россия не Турция, в этом смысле. Вот. Турция может на машине проехать за несколько часов из Анкары, там, куда-нибудь, там, в Стамбуле, или там, на Восковской основе. В России, к сожалению, это невозможно. Вот. Ну, конечно, если я говорил о либерализации, о свободе экономики, безусловно, это должно быть вместе. Идти с полной децентрализацией власти, с ее построением снизу. Муниципалитеты. Ну, не даром сейчас их давят. Вот, не даром сейчас так давят муниципалитеты. Потому что, вот, Лена правильно говорит, появились какие-то люди, вот, это отбросы, в кавычках, вот этого рэктайма, вот это вот, люди, которые немножко что-то наелись, и еще, так сказать, вот, велосипед у них уже в другую сторону начал действовать, вот, по западному стилю. Вдруг пошла мысль, а почему тут лес меня вырубит, да? У них как-то появилось для этого время и какое-то желание. Так вот, ну, отбросы, я имею ввиду, отбросы генеральной линии нашего развития. Потому что это мутация, вот то, что эти люди, это нетипично, к сожалению. Но вот эти люди все-таки уже где-то создают какие-то точки, когда получается раз, маленький выбор в каком-нибудь там маленьком городке, и вдруг, вот типа Петрозаводска, и вдруг избирает какую-то там даму, которая не согласована ни с какой администрацией, так далее, или там депутаты какие-то появляются, поэтому... Поэтому то, что сейчас, если говорить про административную реформу, она же заключается прежде всего в том, чтобы радикально, еще повторяю, у меня вот это слово, хотя я не радикал, но оно сейчас приходит очень часто. Ну, это можно обсудить, формы радикализма, иногда можно так мягко сказать, что человек, так сказать, падает в округ. Ну, мало не правильно. Да, да, научи, научи. Но я не об этом. Я о том, что я бы сейчас просто радикально начал строить государство с ним. Не знаю, надо ли мне какие-то законы принимать, возможно, иметь конституцию, не знаю. Это снова вопрос у Георги Санчу, к Михаилу Санчу Краснову, к нашим крупным специалистам. Но отдай людям возможность самоспасаться в местных сообществах. А они спасутся с них, если их вот бросить в полную? Вот у меня, как у специалиста по социальным вопросам, конечно, есть большие сомнения в чём. В том, что наш человеческий запас, нашей страны за вот эти колоссальные испытания, которые мы прошли в 20 веке, и уже, ну, 20 веке будем считать, да, что эти войны, репрессии и всякие прочие дела, и сейчас очередные беды социальные, он слишком может уже истончился, и где-то, может быть, в каких-то регионах уже просто нет реального человеческого ресурса для того, чтобы это было. Но, вопрос другой, вопрос в том, что, может быть, есть ещё какая-то критическая масса регионов, точек, которые может вытащить всю страну с точки зрения того, что там люди сохранились, там люди хотят спасаться, и в экономическом смысле, и в обустройстве собственной жизни, и так далее. Отдать вниз все возможные налоги, все возможные бюджеты, и так далее. Я понимаю, мне говорят, вот, там сейчас изберут каких-нибудь дураков, бандитов, там, ещё что-то, хорошо, правильно, народ пусть изберёт один раз, потом получит по голове, правильно ли я? Ну, главное, действительно, тут, чтобы всё было не из Москвы тебя отделяем в этом городе, получит по голове, так он, может быть, здесь возьмёт на следующий раз, перезберёт, может, другого, но другого варианта нет. Или мы будем тут в Москве в пробирке выращивать мэров городов и подсаживать туда, но эта глупость, по-моему, редкость. Поэтому, либерализация во всём и строительство государства с ним. Давайте итог тому, что вы сказали, я вот так сформулирую. Во-первых, мне интересно узнать, что он практически анархо-капиталист, а во-вторых, а во-вторых, нет, для меня это на самом позитиве сегодня. Анархо-капиталист. Россия как Новая Америка, да, вот так вот. Россия как Новая Америка. Он не говорил, что надо открыть границу. Я понимаю, что есть, нет, ну, конечно, на Америку мы тут немножко не тянем исторически, но, в принципе, есть какая-то аналогия. Когда шли вот эти переселенцы туда, значит, на Запад, да, ну, продание индейцев там уничтожали, что очень плохо, естественно. Сейчас уже некого сказать. Да, да, не-не, но когда они шли на эти территории, они, мы видим это из фильмов, читали это в книжках, они сами себя обустраивали с жизнью. Вплоть до выборов шрифа, над чем у нас смеются, выборы своего там собственного судьи и так далее и тому подобное. Понятно, что Россия все-таки в этом, мы уже давно прошли этап освоения наших территорий, было там много сотен лет назад, но в каком-то смысле, в каком-то смысле здесь вот такой американизм, наверное, нам подходит. Ну, это очень надо все аккуратно. Селективно, так сказать? Нет, ну, просто в данном случае, конечно, у нас условия немножко другие, но с точки зрения того, что надо дать людям свободу, дать им кислороду и не бояться этого, это, конечно, большие риски и так далее. Другого варианта. У нас вот человек лежит на операционном столе. Вот не дашь кислороду, все, потом уже только патологоанатом. Герой Александрович. Герой Александрович. Герой Александрович. Как выдающийся патологоанат. Значит, я бы, вы, вам я бы хотел знать вот такой вопрос. Все-таки, если смотреть на это, ну, скажем, с позиции человека, который, опять же, был во власти в 90-е годы, человек, который сейчас смотрит на общество страны, смотрит какие-то тренды происходящие и так далее. Вот, говоря таким марксистским, марксистским языком, есть ли какая-то социальная сила, я не знаю, прослойка, некая движущая, некий сегмент общества, который мог бы по определенных условиях сдвинуть вот эти, ну, институциональные реформы, для которых борьба с коррупцией стала бы не просто формой сказать, что они все негодяи, а я вот тут в белом франке. Стало бы формой, вы если хотите, строительства нового государства, нового общества. Если бы мне всю жизнь пришлось отвечать на такие вопросы, то это была бы очень легкая жизнь. Ну, конечно, есть вопрос почти теоретический. Прежде всего, средний класс в этом заинтересован бизнес. И молодежь, которая лень уезжать, которая хочет здесь остаться. Но это не значит, что из их хотения что-нибудь получится. Я напомню, что в конце 80-х, начале 90-х было очень много людей, которые хотели. И что получилось? Вот это главный вопрос. На самом деле, главный вопрос, ты задал в самом начале, а почему не получается? Несмотря на то, что время от времени появляются социальные группы, которые не только хотят, но которые даже умудряются делегировать во власть людей за то, что они вроде бы готовы делать то, что они хотят. И все равно не получается. Вот где проблемы-то. Вот. А это самое интересное, на самом деле. И вот что я по этому поводу скажу. Значит, наша антикоррупционная слава, Индемовская, началась с двух докладов. Это вот, значит, «Россия и коррупция кто кого» в 98-м году. И потом, вот это, да, диагностика коррупции в 2001-м. Когда мы этот доклад подготовили, я его дал почитать одному своему коллеге по работе в Кремле, который потом стал одним из очень высоких руководителей одной очень крупной госкорпорации. Легко понять, какой, потому что она была тогда только одна, да? И, значит, надо сказать, что он был среди... У нас там был большой комплексный исследований, в том числе были глубины интервью, и он был одним из интервьюированных. Он очень много рассказал интересного и полезного. Такой инсайдер полноценный. Вот. Он доклад, честно, очень толстый доклад был, поэтому мы его не опубликовали. Мы потом опубликовали еще толще, но он все-таки про 10 лет. Но он разваливается. Да? Ладно, серьезно разваливается? Он очень толстый. Почему, кошмар? Можно читать PDF-файлы. А? Ну, клевый. Ну, клевый, конечно. Вот. И он прочитал, честно, и потом мы с ним встретились. Если бы жюри классную работу сделали, должен сказать, что все гораздо хуже и сложнее. А мы же, да, мы считали, впервые в истории мысли был подсчитан валовый объем коррупции. Да? И он тогда был аж 30 с хвостиком миллиардов долларов. Это казалось жутко. Много. Как это так? И так далее, и так далее. Все гораздо хуже. Вот. И вся наша жизнь так устроена. Все не просто хуже, все гораздо сложнее. Это самое страшное. Значит, дело в том, что мы сейчас, сейчас цивилизация переживает очень интересное время. Мы потихоньку избавляемся от тяжелого наследия эпохи просвещения. Как это мне покажется парадоксально. А тяжелое наследие эпохи просвещения состоит в том, что именно тогда, в 18 веке, вдруг возникла идея, что социальный порядок управляем гораздо проще, чем природа. И понятно, почему это дано. А вы помните тогда, гигантские достижения, мы все узнали про все. Вот. Только немножко информации не хватает, а так вообще можно все что угодно сделать. Вот. И ровно тогда возникла идея, что с социальным порядком гораздо проще. Потому что что такое изменение социального порядка? Там мы работаем с мертвой материей. А здесь мы работаем свинцом творения под названием людей. И если людям предложить что-то разумное и работающее на их пользу, то, конечно, они откликнутся. И все у нас хорошо получится. И началось. Я напомню, что результатом этого, как сказал Великий Хая, пагубной самонадеянности был 20 век с его колоссальными трагедиями и так далее, это все прямое наследие эпохи просвещения вот этих ее неожиданных плодов. И только последние лет 20-30 постепенно в разных направлениях науки начинают проявляться некие новые мысли по поводу того, что это все не так просто. Ну, например, есть такая наука, называется вторая кибернетика. Кто читал про нее что-нибудь? Матураны и Варелы. Но, по-первых, это плохо разбирали. Словую аудиторию проявляют. По-вёрстерам. Неважно. Там есть один замечательный текст. Я сейчас его объясню. Один из самых простых. Он звучит немножко сложно, но, на самом деле, вы поймете. Значит, вот есть сложные системы, вы знаете. Ну, это организм, вид, общество и так далее. Это сложные, адаптивные, самоорганизующиеся и самовоспроизводящиеся системы. Текст звучит так. Внешние воздействия на такую систему не инструктивны. Что это означает? Это означает, что если снаружи на нее производится некое воздействие, это целенаправленное воздействие. Причем, ну, со стороны коллубдемиона, я приведу более кривиальный пример попозже. То система реагирует не в соответствии с этим воздействием, а в соответствии с тем, как она устроена. Простейший пример. У вас есть социальный порядок. Ну, допустим, Россия 90-х годов. И вы издаете хороший закон. Что такое закон? Это вообще инструкция по отношению к этому социальному порядку. Это внешнее воздействие демиурга под названием реформаторы, дума, президенты и так далее. Те, кто считают, что поскольку закон правильный, хороший, вон там, и там, и там, есть такие законы, и там все хорошо. Сейчас мы примем этот закон, и у нас тоже, естественно, будет хорошо. Ну, потому что это люди, они понимают их пользу, и так далее. С людьми все очень хорошо, надо задать правильный закон, и у нас все будет хорошо. Так вот, система реагирует не в соответствии с текстом этого закона, а в соответствии с тем, как она в данный момент устроена, как ей удобнее, выгоднее и так далее, и так далее, и так далее. Примеров тому такая про нечитаемых нами практических примеров. Я приведу один тривиальный, который очень любит, значит, у нас есть с Академикой Платуровичем общая любовь. Это как раз вот этот пример. Это закон о банкротствах. Вот, в 90-е годы, начало 90-х мы строим рыночную экономику. Что должно быть в рыночной экономике? Закон о банкротствах. Для чего? Для того, чтобы санировать на рынке неэффективных собственников. Мы принимаем этот закон, и через некоторое время появляется новый вид коррупции. Отбирать собственность с помощью этого закона у эффективных собственников. Все ровно наоборот. Вопрос, почему? Ну, конечно, себе задавали этот вопрос. Значит, собирались, тогда еще собирались эти самые круглые столы в Думе, эти слушания и так далее. Вот надо вот здесь исправить уголовный кодекс, здесь исправить закон о банкротствах. Ну, здесь явные проблемы, тогда у нас все будет на... Да, соглашались, принимали, и ничего не менялось. Это еще, значит, здесь вторая проблема появляется. Дело в том, что социальная мысль, она развивается по несколько иным законам, чем мысль естественно научная. Это связано в том числе и с этим же наследием эпохи просвещения, с нашим представлением о Homo sapiens. Вот здесь в Homo, в этих двух словах главное не Homo, а sapiens. Поскольку он sapiens, то он все понятно. Раз sapiens, то, конечно, все понятно. Так вот, социальная мысль развивалась очень странно, в ней побеждали неправильные теории, а теории простые. Вот, оказывается, sapiens лучше, чем попроще. Ну, я приведу простой пример. Вы все знаете Адама Смита. Но очень мало кто знает Адама Фергюсона. Оба шотландское возрождение, да? Оба Адама. Да, оба Адама. Причем, друзья, Адам Смит, он как бы чуть младше, да, юн, он чуть постарше, потом идет Адам Фергюсон, потом идет Адам Смит. Почему все знают Адама Смита? Потому что он несопоставимо примитивнее, чем то, что писал Адам Фергюсон. Да? Почитайте его, значит, опытной истории гражданского общества, значит, ну, вот и сравните с тем, что писал Адам Смит. Да? Вот, невидимая руководительная, все очень просто. Обмен и все так. Вот. Так вот, побеждают не адекватные теории, а побеждают те, которые нам больше нравятся. в силу своей простоты. И мы дальше не следуем. То же самое с Манцем и так далее, и так далее. Вот. Ну и последнее, это, конечно, всякое такое вольтерианство. Вольтерианство в том смысле, не в том, в котором вы подумали, вот, а совершенно в другом. Хорош. Что? Ну, вы не решите. Так, я сейчас назову в каком смысле, а вы решите в каком. Значит, социальное благо, да, это как раз и все. Вторая половина 18-го века, тот же Вольтер, как мысли в себе, Вольтер, достижение социального блага. Я напомню, что он был монархистом жутким совершенно, да. Вот. Вот есть цель, называется социальное благо. Есть философ, Вольтер, например, да. И есть монарх, наделенный, а тогда уже, значит, сформировались абсолютные монархи, которые сконцентрировали такую власть, которой не было ни у кого в прежнем времена, даже во времена Римской империи. И вот философ должен объяснить монарху, как достичь социального блага, а уж монарх так достигнет. И вот эта логика, эта логика социальных преобразований, вот она с Вольтера и дальше, ну не только Вольтера, да, полно было гений, которые объясняли, как это делается. Вот она дальше пошла, вот, включая там Большевиков, это тоже самое чистое Вольтерьянство, примитивное, не просто примитивная теория лежала в основе, а как бы упрощенная примитивная, резко упрощенная примитивная теория воплощалась в жизнь и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, действительно, Лена права, нужна революция, но революция нужна в совершенно другой сфере. Это революция в наших мозгах. И в мозгах, ровно по этой части, что социальные изменения, а борьба с коррупцией, это прежде всего, естественно, совершенствование институтов, правильно? Ровно об этом говорила Лена. Но институт на самом деле гораздо сложнее, чем просто текст закона, да? Это еще один пример, ведь в истории социальной мысли нет ничего линейного. По поводу того, что такое институт, и были разные точки зрения. В том числе была примитивная институт, это закон, легистская точка зрения. И какая победила точка зрения? Естественно, легистская. А нетривиальные точки зрения, которые только сейчас начинают вытеснять этот примитивный легизм, они как бы остались на периферии. Но в конце концов, достаточно было 20 века, плюс огромное количество неудачных модернизаций, огромное количество неудачных борьбы с коррупцией, включая Клифгарта. Чем закончился его эксперимент? Поначалу все было хорошо с налоговой инспекцией начинуться. Все, закончилось. Вот. Кстати, в том числе и по той причине, мне с ним приходилось на эту тему беседовать, он, например, считал, что социология лишь бессмысленная. Ну, зачем? Что может социолог сказать? Ведь вы не можете прийти к чиновнику и спросить, когда ты последний раз брал взятку и сколько? А раз не можете, то социология лишь бессмысленная. Вот. Это первое. А потом, ну, все-таки Клифгард описывал знакомую ему примитивную, убогую, недоразвитую коррупцию. Куда ей до наших, ребята? Вот где должны гении работать в России, да? Вот. Я могу долго еще говорить на эту тему, в том числе по поводу того, что, ну, психоанализа недостаточно для объяснения коррупции, потому что, значит, ущербное детство не объясняет, почему, скажем, английские миллионеры, богатеи, в том числе, ну, гориши, не покупают по всей ломбардине, все гораздо сложнее. И... А? Почти по 8. Да. И надо покупать, и надо нет. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Тут главная тенденция, да? Вот. Потому что те, которые покупают, они становятся изгонями. У нас те, которые покупают, становятся образцами для подражания. Вот это важно. А это уже проблема вот этого социального порядка. А там свои сложности. Существует российская ментальность. Тут не надо путать две вещи. И коррупционная тоже существует. Значит, не нужно путать две вещи. Наличие, там, социально-психологических особенностей, ну, которые, к сожалению, теперь ментально доказаны. И наличие социально-психологической обреченности. Обреченности действительно не существует. Скажем, вот сказать, что русские обречены на коррупцию, потому что они устроены так-то и так-то, это бред собачий. А сказать, что русские точно такие же, как Шмиды... А почему Кущевка? Кущевка, вольные казаки, а тем не менее терпели, обречены. А чем мы лучше гаим? Ой, я могу столько примеров терпения в Англии привести, или в Голландии, в определенные периоды исторические, мы очень некривиальные. Помните, мы живем. Да, мы очень неудачно живем. Вот. Поэтому я заканчиваю с ответом на вопрос. Для того, чтобы ответить на вопрос, нужно очень много времени. Если коротко, то есть две вещи главные. Первое. Недостаточно придумать, что делать. Потому что наша проблема не в том, что мы не можем придумать, что делать, а в том, что мы абсолютно прием на ответ на вопрос, как делать. Мы в Победке выращиваем очередных гомункулусов. Ну да. Да, я могу привести примеры из деятельности фонда Кудрина про это. Это очень привычная вещь. Вот. А по вопросу, как делать, в том числе, например, вопрос стоит не в том, что должны разрабатывать фингтенки или комиссии при органах власти, но и вопрос, как разрабатывать в технологии. Очень часто оказывается, что технология разработки гораздо важнее результата. Вот. Пока мы это не поймем и пока не вооружимся, этим наше рассуждение о наборах инструментов пояснилось. Очень простой пример. Значит, было не три, а два раза разрабатывалась административная реформа. Один раз в 97-м администрации Ельцина, а второй раз в Центре стратегических разработок имени Грефа на стыке между Ельцинской и Путинской администрацией. Значит, когда эксперты приходили туда, обрали тех же экспертов, которые вместе с их наработками, которые работали с Красновым и Странной, им говорили, значит, первое главное условие нашей работы ведется тайно. Ничего, что здесь делается, выносительно нельзя. Дальше экспертов они собрали хороших, они сделали хорошую разработку, подготовили рамочный закон об основах государственной публичной службы, который содержал 116 страниц. Значит, об этом никто кроме них не знал, они, естественно, тайны не разглашали. После этого, по существующей технологии, этот закон был передан в Главное государственное правовое управление имени президента, которое с ним поработало, и оттуда в Думу ушло 16 страниц. Этот закон был успешно принят. Вот пример. Вы упомянули Фридрико фон Хайка, вот совершенно случайно, просто отказался Раэль, у меня в сумке дорога к рабству Фридрик Август Риттер фон Хайка. Тоже фон? Вопрос, да. Он же. Богемская дворянская. Значит, вопрос вот какой. Я отсюда перед очень короткую цитапу, потому что вы говорите, нужна революция в мозга. А чей я сказал вообще? Ну, но вы... Это сказал наш соотечественник, как? Ну... Профессор Калининградского университета. Аминька, кто будет ее, эту революцию осуществлять? Нужен какой-то... Монарк. Демиук. Некий импульс сверху. Демиук. Или, как и Клифф Шоу сказал, так сказать, пошли тотально снизу, вверхи вообще, так сказать, с пронизором. Потому что вот я цитирую вам Хайка, ничтожно мала вероятность альтруистической власти, и велики оказываются здесь искушения. Абсолютно правильно. Об этом, значит, Фергюсон, об этом написал раньше Хайка. Слушайте, читайте Фергюсон, это такое удовольствие. Он столько про нас написал. Вы себе представить не можете. Лучше салтопол. Разные жанры. Фергюсон, он серьезный человек, подумающий. Вот. Не, ну абсолютно правильно. Конечно, первично... Первичен не... Вот здесь это самое главное... Как это называется? А, главная властная воля. Да, я правильник. Да, или ольга властная. Должна. Нет. А, должна быть властная воля. Политическая. А, ой, политическая. Должна быть политическая воля. Бред собачий. Слушайте. Значит, это то же самое, что для... Главное властное в 90-м. Для, ну конечно, для производства хороших смартфонов нужна бизнес воля. Для производства хороших смартфонов, как правильно сказал мой друг и коллега, нужна хорошо организованная конкуренция. Я так сказал. А? Я так сказал. Да. Да, я согласен, конечно. От конкуренции. Да. Это необходимое условие, но недостаточно. Вот. Поэтому, конечно, здесь первично состояние общества, остальное состояние мозгов, и готовность, и структурная возможность проявлять эту волю, давя на волю. Ну, во-первых, я не очень соглашусь с тем, что вот мы совсем, так как-то, уникальны, потому что на самом деле, знаешь, у меня, это я Евгений Шленович, в первую очередь, мы же, у нас отделение в 100 странах, поэтому я была и в Эквадоре, и в Бангладеш. У нас в Бангладеш, членами организации, платящие, да, Бангладеш, все представляют себе Бангладеш, да, экономическую ситуацию, мы не знаем. Вы в лицо представляете. Членами организации является 17 тысяч человек, платящих членские износы. Во 100 миллионов долларов? А мы говорим, а вот так расскажи про Бангладеш, да? Вот так вот, а мы какие-то там вот, Бангладеш, и в Эквадоре у нас, в маленьких городках, есть членские подразделения нашей организации, которые работают. Я говорил про Латинскую Америку, которая была лет 50 назад. Вот, я к тому, что даже, а мы, а у нас такой какой-то ритм, вынесла за скобки, и вообще ни с кем не с вами, в первую очередь. Второй важный момент, который мне очень важно сказать, конечно, в первую очередь, это при всей либерализации, вот эта революция в Матгладе, я не очень понимаю, что мы будем делать в предлагаемых нами с вами всеми реформами с 10 миллионами членами семей силовыми рейдерами. Вот, чего мы с ними в рамках такой вот нашей мягкой будущей реформы, куда мы их запихнем, этих людей. Я тут студентов попросила посчитать охранников вокруг них, каждого, в течение дня. Каждый насчитал не менее 30 семей. Нет, вообще, магазины, поликлиники, вышка, везде сидит как минимум два охранника. Вот, если посчитать людей, способных на применение насилия в форме, в возрасте от 20, ну, когда они там генобилизуются, до 50, и они все очень-очень хотят кушать. Вот, что мы с ними будем делать. Я не очень понимаю, где у нас есть. Такая, мне вопрос. Нет, 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 я и воздух. Вот, что мы будем делать в наших предлагаемых реформах с этой группой товарищей, которые не очень готовы расставаться с тем, что они сидят на стуле, деньги за их право легитимного применения насилия, как вот и сами собой. И моя последняя, я целиком согласна про то, что, конечно, и это довольно революционное, в общем-то, заявление, раньше всегда везде во всех книжках про антикоррупцию написано, что в конце всего стоит политическая воля, да, приходит политическая воля, я, в общем-то, тоже согласна, но я считаю, что, да, массовая ценностная революция стоит во главе всего, а не политическая воля. Вот, и тут вопрос, это, наверное, совсем другая тема. Это кто носители? Мы носители. Кто носители? Мы носители. Авианосец, броненосец революции. Мы, мы носители. Мы, каждый здесь присутствующий, я могу назвать здесь сейчас присутствующих порядка 40-20 человек, которые только в этом году, мы ездим по стране, мы считаем, мы носители. Понимаешь, это не какие-то, это не инопланетяне приезжают и создают новых людей. Это вот, Витя едет и читает лекции 300 человек тут, 400 человек там. Это Арсений едет 300 человек, 400 человек. Это книжки, которые издает господин Филиппов, которые расходятся державами, люди хватают охарками. Это Георгий Александрович Сатаров, который учит курс на 300 человек, там еще кого-то. Это какие-то шлемочки, это мы все, мы создаем ценностью, это мы, это делаем. Только об этом не принято говорить. Я просто хотел, слышно, да? Да, да. Ну вот Юра говорил про внешнее воздействие на нас, да, из всех этих теорий. Абсолютно правильно, я это знаю по своей практике. Я хочу, то есть в том смысле, что импульс, он абсолютно, ну крайне редко рождает ту реакцию, которая где-то четко прописана, якобы. Я, например, всегда борюсь с математикой в экономике. Хотя экономисты категорически противник мат-моделей, категорически. Потому что они ничего не описывают, это чисто вот, вот, к сожалению, Виктор Меревич тоже немножко страдает там математизм. Ну, к сожалению, наша общая хорошая академия. К вопросу политической воли. Это, мне кажется, разговор схоластический. Значит, вот сейчас обсуждать, вот как произойдет вот этот ценностный, ну он действительно произойдет, вот этот ценностный перевод в мозгах, это означает, что мы тоже впадаем сейчас в грех какого-то конструирования некого социума, который точно не будет таким. Вот этот переход. Потому что этот переход делается помимо воли, собственно говоря, вот каждого конкретного человека здесь. Это делается на уровне некого вида, подвида, я не знаю, который называется, может быть, российский гомосатринс. Ну нет, ну нет, ну это... Все правильно, все правильно. Ну это за хайп. Ну кто знал, там, Владимир Ильич, как сейчас помню, известно нам в письма, писал в конце, там, по-моему, декабря 16-го года, там, начале января 17-го, из Тюриха, из Берма, сюда в Россию, я тут типа сижу в пивной, я, видимо, тут и помру, не должно быть в жизни, когда в России что-то случится. Это было там за два месяца, за всю райскую работу. Поэтому, я бы сказал так, наши усилия, если говорить о практике, а не о каких-то там дискуссиях, мне кажется, бесплотных, они должны быть несосредоточены на вопросах, а вот где найти действительно вот эту политическую волю, какого-то там лидера, который вдруг поснется. Значит, мы должны понимать просто, что социум, если он хочет выжить, вот это тоже важно. Потому что некоторые вообще в истории человечества, как известно, социумы не выживаны. Это тоже есть такой вопрос. Ну, российский все-таки он большой, я надеюсь, что у него пока еще какие-то жизненные силы сохранились, но этот социум найдет варианты. Просто мы должны понимать, куда эти варианты, в хорошем-то, конечно, случае, куда они пойдут. Они пойдут, конечно, в сторону вот этой децентрализации. Когда люди останутся один на один со своими проблемами, когда у них будут иллюзии в отношении вот этого якобы государства, они найдут варианты, как выходить из этой ситуации. И, б, они, безусловно, тут же поймут, какие ценностные ориентиры. При этом, конечно, хоть он каких-то там жертв, наверное, каких-то конфликтов и так далее, но это все устаканится достаточно быстро. В этом смысле, я считаю, вот надо это понимать, а не конкретно, кто конкретно там придет и что-то это сделает. Это история сама все растут. Евгеньевич, спасибо огромное. Три слова. Я хочу Лену поблагодарить. А может, мы потом ее все вместе поблагодарим, хорошо? Нет, я ровно за то, что она сказала. А, хорошо, да. Благодарите, пожалуйста. Лену, спасибо тебе передается. Я лично это сделаю, в общем-то, для меня. Нет, потому что я получил такую поддержку. Во-первых, значит, при местном Гладеш показал, как мы сильно от них отличаемся и что мы действительно особенные. Вот. По поводу охранников, это как раз вопрос про то, что делать, а как делать. А тут, на самом деле, и ответ-то существует. Потому что это еще одна проблема, которую мы не принимаем во внимание. Дело в том, что государство модерна – это уже отмирающая структура. И один из признаков отмирания, что во многих странах функция по обеспечению безопасности начинает потихоньку как бы растворяться. И даже в очень свежих государствах, что не по какой-то латвии, да. И появляется частный бизнес по осуществлению контроля за общественным порядком. И это считается нормальной практикой. Я сейчас не буду рассказывать о том, как появляются, допустим, местные валюты. И государство перестает контролировать централизованным образом печатание денег. Оказывается, что это во многих случаях эффективно. В вполне нормальных капиталистических странах. Поэтому тут нельзя сказать, что нет решений. Надо просто искать… В наших недостатках нужно искать наши преимущества. Значит, где-то мы, может быть, обогнали, но просто уродливо эти тенденции. И надо это использовать в мирных целях, так сказать, на то, что нам нужно. Я вас уволяю. Вы знаете, эти ребята из этих охранных агентств, они скажут, о, делать хорошее гражданам, это гораздо круче, чем охранять этих непредамых, да, собственников. Вот. Поэтому нельзя сказать, что тут совсем нет решения. А по поводу… И последнее, по поводу регресса. Значит, первые научные статьи об уподоблении… …путинского режима, так называемый «Московая экономика модуль» – это модель, институциональная модель экономики при Иване Грозном. Появились в 2004-2005 годах… …обчинные государства. А? Да, 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 совершенно верно. Совершенно верно. Распределение ренты сверху вниз по вертикали. Там земельная рента, здесь не втянет. Вот. А? Обычные, естественные… Да, нормально скатились в этот… В средневековье… …в 16-17 век. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Филиппов Петр Сергеевич. Я в вашем споре о роли культуры хочу, не столько, может быть, господа, для вас, а вот для аудитории, напомнить историю острова Испаньола. Там, когда на самолёт летишь сверху, сразу видно, как культура остров разделила пополам. Доминиканская республика, где живут одни негры и католическая вера, там сплошные… Гаити. Здесь, повторяю, Доминиканская республика, где живут тоже одни негры, так, но там католическая вера и там зеленеют рощи, сады и так далее. И Гаити. А Гаити, так, рядом Гаити, где африканская религия, которая отрицает ответственность человека за то, что он сделал. Это нища, абсолютно нищая страна. Это же культура влияет. Вопрос заключается только в том, а можно ли ускорить изменение этой культуры. Или нужно ждать сто лет, как предлагает Гатмахер, когда исторические часы пройдут. Не ждать. Тогда возникает вопрос, как работать, над чем и что можно делать. Почему Южная Корея умудрилась уйти из естественного государства за какие-то два-три десятилетия. А Северная там сидит, вот как она там была, так и осталась. И последний вопрос о культуре. Разговариваю с грузинами. Выясняется, почему голосовали против Саакашвили? Все очень просто. Раньше, говорит, был этот самый вор в законе. Так, дочка замуж пора. Как она замуж выйдет без диплома? Ну, обращаюсь, плачу. Университетский диплом привозят. Так, а теперь ей же учиться надо. Так, что за порядки дурацкие. Все, значит, голосовать надо против этого реформатора. А ведь без политической воли Саакашвили и его ребят ничего бы в Грузии не было. Попытки бы даже не было. Поэтому и возникает вопрос, как? Как ускорить процесс вот этого самого, этой модернизации, чтобы у нас не получилась Кущевка после того, как мы отдадим всеобщее, всероссийская Кущевка? Все равно получилось. То есть вся Россия превратится в Кущевку? Нет, она уже случилась. Чего ее бояться-то? Ха! Понятно. Спасибо. Она появится не тогда, она уже сейчас есть. Хуже то, что уже тут. К тому же и большая часть фигурантов стоит. Хуже можно. Нет. Не отсутствовать. Не с нами, да. Да, пожалуйста. Коррупция у нас везде, начиная от детского сада, когда мы рождаемся, и похоронной конторы, когда помираем. Везде надо взятки платить. Особенно настораживает то, что в государственных структурах идут громадные коррупционные хищения. И, к сожалению, виновных людей не наказывают, в том числе министр Груши Сельдюкова, Васильева и так далее. То есть нужен какой-то государственный план, нужна политическая воля для того, чтобы бороться с коррупцией. Потому что без этого самодеятельность, которую мы начинаем, ничему хорошему не пройдет, кроме того, что будут голодные бунты, если мы тут все это проведем. Я бы хотел сказать, поскольку у меня не только, я ношу свой Томик Хайка в кармане, но еще недавно имел возможность сделать, довольно интересно поговорить на тему, кстати, о том, как сравнивается российская коррупция с коррупцией в других странах, в эфире «Инстант Фэм» с Леной. Лен, вот это же очень популярная тема, вот сейчас это очень популярное мнение такое, да, а давайте сделаем как в Китае. Вот там всех расстреливают или телевизором, и коррупции там меньше, а темпы роста 7,6 или там 8, но сейчас будет меньше. Это такая тема, которая просто, так сказать, ну на разрыв идет в России, это просто всегда продается великолепно. Ответь, расскажи, это так или нет? Борюсь их расстроить, что лучше бы они развернули свою шланду полную кефали с любовью к китайской модели. И уже были, потому что там действительно было очень хорошо им приварив пример, когда стреляли у всяких мэров, всяких там замминистров здравоохранения после большого молочного скандала. При этом все прекрасно понимали, что остается большая политическая коррупция и остается коррупция в третьих странах. Да, китайскими компаниями скуплена половина Африки, как известно, и это поощрялось, но вдруг выяснилось, что для китайского населения и для самой экономики вот эти издержки от коррупции в третьих странах неотрудно-политической коррупции, они тоже оказались довольно серьезными. И прошли вот за последние 7 месяцев три крупных ареста в членах политбюро Леди Нань, Бо Силай и позавчера Юнг, ну главный силовик, который Юнг, 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 Юнг. И вот в этом смысле просить начинать реализовывать китайскую модель, это же смерть и подобное. Это же фактически начинается, то есть они всю жизнь действительно лет 15, они занимались силовой зачисткой низовой коррупцией. Потом они постепенно вывернули контроль зарубежной коррупции, а сейчас они это гребли до политической, потому что издержки от потерь на той же самой нефтянке и в газе, насколько я понимаю, это главные претензии были к господину с именем, которое я не смогу произнести, вот, но равны такие же, как и в газе, претензии, да, потому что это, скажем так, бюджетно-образующие отрасли, их нельзя было трогать. Нельзя трогать отрасли, от которых зависит, от которых зависит благосостояние электральной базы правящего всего. Это то же самое, что сейчас у нас, ну, то есть, верно, у нас это сейчас происходит, ну, просто у нас народ действительно, у нас есть моментальный стилист какой-то, это долготерпение, вот, да? То есть, вот это то же самое, что вот сейчас происходит вот с ростом ЖКХ и с падением здравоохранения. Вот эта вот комбинация роста тарифов ЖКХ и падения здравоохранения, мы же тоже понимаем, что там огромная коррупционная составляющая, и в первом, и во втором. Эти люди, фактически, они совершают антигосударственный переворот, который допускают коррупционные составляющие в росте ЖКХ и реформе здравоохранения, потому что они подрывают устойчивость электоральной базы правящего, правящего... Но ты сейчас подтверждаешь аргументы тех, которые говорят, что надо идти китайским путем. Нет, и Китай, нет, я подтверждаю аргумент того, что китайским путем можно идти, а можно не идти, но структура наша коррупционная совершенно не такая, у них нет никакого силового рейтерства и в жизни, и мы не можем пойти никаким китайским путем. Мы можем, еще раз повторю, есть набор инструментов, каждая страна подбирает по себе. Какой-то у нас будет китайский, какой-то у нас будет грузинский, какой-то у нас будет сингапурский, какой-то будет, прости, не знаю, сказать... А, латвийский, латвийский, вот у них сейчас, например, у них отлично работает специализированное агентство по этике государственной службы, отлично работает. Почему вы не взять это? То есть мы вполне в состоянии набрать себе вот эти штуки, единственное, что нам надо просто действительно от чего-то оттолкнуться и на что-то опереться. Просто Китай, две-два слова, я просто хорошо знаю Китай, там бываю, не знаю язык, к сожалению, но общаюсь. Китай, это большой миф у нас здесь, поучим всем порядком. Значит, Китай идет ровно по пути, который мы сейчас прошли в этот тупик, в том числе с точки зрения коррупции. Коррупция нарастает, и она, кстати, еще не дошла от такого силового рейтерства, хотя уже блеста, но они упорлись в чистую экономическую модель. И у них колоссально неэффективный госсектор, даже вот эта вот нефтяная компания, которая действительно зеркит, им надо приватизировать китайцам срочно госсектор, вот эти крупнейшие предприятия. Политически они пока к этому не готовы, потому что они понимают, что тогда открывается политическая конкуренция, тогда открывается другая ситуация в Си. Вот то, о чем Лена говорила. И потом, конечно, господин Си сейчас сидит и думает вообще, а, он же не глупый человек, у него 10 лет еще почти впереди. Он думает, сейчас я это сделаю, но я через Яшбуну как Михаил Сергеевич. Я что-то открою в Кингстоне, и там что будет, там Тяньаньмэ, это вообще будет так, детский лепет. Вот о чем он думает. Поэтому Китай сейчас входит в очень большой кризис. Но ведь так же думает еще один товарищ, сидящий намного ближе. Да, детский. Кто это? Да нет, так он не хочет. Кто это? И что, он тоже ведь боится? Ведь здесь все напуганные истории Горбачева. Ну, открыть Кингстоны, это сейчас такая модная тема. На самом деле, очень... А что они вообще-таки напуганные-то? А вот Геннсер Варяк, это хороший пример, все, конечно, флаг. Хоть, хоть, хоть. Это, кстати, по полу Джо Инка, она там действительно была очень интересная. Я читал об этой истории, она, кстати, сейчас очень популярна в корпоративной среде, там, где тоже занимаются комплаенсом и отношениями с органами госвласти и так далее. Потому что показывает с точки зрения многих, в том числе и, скажем, западным инвестсообществам, что вот китайцы все же перешли к борьбе с коррупцией на очень высокую уровню. То есть это не только здесь эта тема популярна, но, правда, он был просто полный идиот, потому что после того, как он инвестировал в недвижимость, в акции, в то, все, у него осталось 6 с лишним миллиардов, он их просто положил в китайский банк. Их там нашел. Нет, я считаю, что все-таки в кореонный был момент по вселая все-таки. Да. Красный принц и так далее. Прошу, у кого еще были вопросы? Александр, выпускник Вашки. Мне, кстати, очень обидно, что здесь очень мало молодых людей. Да, не знаю, что их испугало. У меня одна маленькая ремарка и два маленьких вопроса по поводу ценностей. Я когда-то писал работу и нашел исследование, в котором исследовали ценности российских и американских студентов. У нас практически ничем они не отличаются, только есть одно но. А у российских студентов ярко выражены ценности власти. То есть, так же, как, допустим, ценность достижения, однако ценность достижения с ценностью власти приводит к коррупции. То есть, люди достигают чего-то через власть. Дальше. Есть одна книга, которая вышла в ноябре, называется «Большое возрождение. Уроки победы капитализма над коммунизмом». И там есть 12 уроков таких, по-моему, 8 урок – это про тайную полицию. Потому что тайная полиция – это худшая часть старой элиты, старая политическая элита. Что делать с тайной полицией? Как можно измерить, допустим, коррупцию в тайной полиции? Второй вопрос – про легализацию капитала из-за рубежа, о котором говорил Путин на последнем федеральном сфере. Как вы к этому относитесь? Я про то, как мерить коррупцию в тайной полиции, я оставлю Кирилю Александровичу вопрос, если можете. Я могу сразу ответить – это тайна. Что так сказать? А по поводу легализации, вы знаете, конечно же, я не легализация, а что шла про амнистию капиталов. И, конечно, я очень надеюсь, что имелись в виду просто возвращение из офшоров легального коммерческого капитала. Потому что, конечно, никакой лидер, у которых могут быть какие-то налоговые вопросы, но не более того. Потому что, конечно, возвращение и амнистия криминальных капиталов, извините меня, есть люди, которые торгуют людьми, которые торгуют детьми, которые торгуют наркотиками, которые торгуют оружием и коррупционерами. Если мы им скажем, что амнистия возвращается к капиталам, то нам вот эти вот 90-е цветочками покажутся. Просто детский лебедь. Потому что криминальный капитал не должен амнистироваться ни под каким соусом, ни какого экономического кризиса и чего бы то ни было. Потому что это табу с точки зрения антиотмемочного законодательства полное. Вот полное, полное, какое только существует. Кстати, завтра и ровно про это будет моя программа, даже не в 6 часов. Я приглашаю юристов, которые специализируются об этом, мы будем с этим разбираться. Как вывернуться в этой ситуации, что с одной стороны амнистия объявлена, а с другой стороны, и вроде надо. А с другой стороны, если потекут криминальные деньги, то мы тут все с ума сойдем. Потому что все вот эти вот, кто убежал и вывел, сейчас, конечно, с большой радостью скажут, о, нам все амнистировали, это будет беда-беда. И, в принципе, как реплику и как вопрос согласно его с этим, я считаю, что в законе о коррупции нет одной основной главы, самой главной, которая должна называться вертикально организованная коррупция. Ну, как пример, вы можете себе представить царство государства Юрия Михайловича Лужкова. Там начиная с управы до самого верха, шли постоянные отстежки до самого верха. Была целая система обстроенная, на которой существовала Москва. Так вот, именно вертикально организованная должна присутствовать в законе о коррупции. Там ее нет, и эти вопросы в такой связи не рассматриваются. Я вроде как реплика, вроде как лин вопрос. Значит, один из инструментов, который нам хотелось бы, мне было, я считаю, что это надо, причем я об этом уже давно думаю, но это мало звучит. Но вы понимаете, что у нас нет основного нашего класса, это класс соответственно подменяемого налогоплательщика. Потому что у нас сверхцентрализованная финансовая система, и сверхцентрализованно собираются налоги. Они уходят нас в одном этаже, и налоги физических, и юридических. Налоги уходят на самый верх, власть, потом распределяются по разным принципам. Но люди, которые власят от налоги, не понимают, не чувствуют, что они должны за свои налоги спросить с власти. Речь идет о том, что, я считаю, что тоже в виде закона нужно ввести следующее, чтобы мы подоходный налог платили в своем районе, поселении, и выбирали выборность главы и уплату налогов на ОВИ, где ты живешь. Чтобы люди спрашивали. И вот как раз в связи с термином Лену бесконтрольные возможности, речь как раз идет о том, что это будет постепенностью. Я считаю, что вертикализированную коррупцию побеждает, и если будет работать система выборов, то не будет вертикализированной коррупции. То есть не надо создавать специальный институт борьбы с вертикализированной коррупцией, надо просто вернуть нормальные выборы с низудовыми. А пункт второй, не может быть нормальных налогоплательщиков, сознательных налогоплательщиков в стране, где не защищены права собственности. То есть это следствие. То есть, соответственно, как только мы защитим права собственности, у нас люди начнут платить налоги. Потому что я за свою квартиру буду платить налоги нормальным образом, потому что я буду уверена, что она моя навсегда и передам ее по наследству. И так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, не то есть другой раз. Скажем, не это. Поэтому я думаю, что сначала давайте мы поставим задачу, уж если ставим задачу, сначала защиту прав собственности, потому что никакой вообще и близко не существует. Есть защита собственности только для своих, а для большинства, в принципе, нам будет науки, мы делаем за них. Спасибо. Наталья Чернышева. Я директор организации народного контроля, то есть один из полевых командиров общественного контроля, и действующий муниципальный депутат района Юзина. Если позволите, два слова по поводу закона об общественном контроле, который был принят у нас в июле этого года. Значит, на самом деле, мы два с половиной года разрабатывали в рабочей группе под руководством Федотова из Совета правого человека. Очень хороший закон разработали, толстый, большой. Вот как раз иллюстрация, как система борется. Выступали и в Совете Федерации, и в Госдуме доказывали. И мне удалось провести там кучу всяких положений, которые должны быть в законе. И все были согласны, и голосовала рабочая группа Госдумы, а потом главное правовое управление администрации президента принесло совершенно другой закон, свой. Ну и Госдума, естественно, его приняла. Так теперь, значит, я сначала очень переживала по этому поводу, потому что теперь сделали субъектами общественного контроля только общественные палаты и общественные советы при органах власти, которые, естественно, про властных людей. А такие организации, как наши и другие, они, в принципе, должны закрыться, потому что, по идее, на их запросы имеют полное право, никто не отвечает. И никакой ответственности за это не несут. Вот, так теперь я думаю, что, может, даже это парадоксально и хорошо, потому что я теперь всем рассказываю, какие они гады, и как они показали свой серийный аскал режим буквально, по поводу того, как они душат общественный контроль и только на словах говорят, что вот у нас тут все, понимаете ли, можно. Ну, что подобного? И это мы все рассказываем. А может, к этому один вопрос, простите, школьный, среди представления, вопрос. А в какой степени, вот, людей, вы, муниципальный депутат, в какой степени людей действительно волнует тема коррупции, вот, когда вы говорите об этом в неком контексте своей работы, вот, и так же, возможно, избирательная компания? Разумеется, волнует, когда я, например, прихожу, у меня зовут на заседание комиссии по развитию района Зюзина, и показывают план благоустройства, как они называют, народный парк, а на самом деле это сквер вокруг МФЦ, откуда выгнали школу и сделали там многофункциональный центр. Я смотрю, сколько это стоит, 2 миллиона 700 тысяч это стоит, и это всего лишь цветники, вот такие вот, ну, вот, тумбы с цветами и пердолы, это деревянные ограждения. Ни одного дерева не хотят посадить, а называют это за 2 миллиона 700 тысяч народный парк. И когда я об этом рассказываю жителям, они говорят, что, ну, это безобразие, потому что мы давно уже давали кучу предложений, и я их приносила в управу, и они никак не реализуются, а реализуются вот это. Ну, вот, конечно же, это волнует. Сводки с фронтом. Спасибо огромное. Прошу вас. Если, ну, меня, честно говоря, никто не спросит, как обустроить Россию, тем не менее, если такая возможность, я бы хотела к Евгению Гондмахеру обратиться. Вот вы говорите о том, что если случат, случатся при нашей жизни перемены, то главное там свобода. Мне кажется, первым делом нужно регионам, вот Урал, европейская часть, всем дать автономию. Потому что первым делом пойдет кровь. Настолько сильна ненависть к Москве и между регионами, мне кажется, это самое главное. Во-вторых, если, опять же, вы меня спросили, первые выборы, по-моему, вообще ничего не дадут, потому что действительно пролезет черти кто. Мне кажется, что какие-то нужны очень короткие сроки, год-два. Знаете, я же эконом-географ по своему первому образованию, и вообще я специалист в региональной экономике, поэтому я немножко, ну, как-то пытаюсь все забрать. Понятно, что до конца никогда не разберешься, но с моей точки зрения это очень примитивный подход. Во-первых, ненависть к москвичам это тоже один из бифов, абсолютно. Это не совсем так. Во-вторых, москвичи разные, регионы разные и так далее, и так далее. Я считаю, что это абсолютно вторичное дело административно-территориальное отделение России, типа сколько там федеральных кругов, сколько там субъектов федерации и прочее. Надо начинать снизу. Вообще, идеальная схема, которая никогда в жизни, конечно, не будет реализована, но к которой надо стремиться, когда сами люди на местном уровне, на общинном, коммунальном, я не знаю, как назвать, тоже надо подумать, ну, как бы люди сами поймут, вот этот самый низовый уровень власти, вот эта клеточка, да, они сами решат, выгодно им оставить Кировскую область как субъект федерации, да, чтобы она реализовывала их интересы вот в этих конкретных населенных пунктах. Или, может быть, нужно сделать там какую-то Кирово-Уральскую, там, какую-нибудь республику в составе, конечно, Российской Федерации. Понимаете, это уже вопрос, а вот сесть, как сейчас любят, давайте столицу перенесем на Сибирск. Это вот ровно выращиваемся в Амукулосе, о котором вот мы, я надеюсь, с Горгой Александровичем договорились. Или там, давайте сейчас разделим Россию не на 80, там, сколько-то субъектов, а давайте сделаем 8 субъектов. Это все. Можно тогда будем завершать уже, Лена? Прошу последнее слово. Последнее слово. Оно такое очень короткое. Я себе записала несколько вещей. Первая вещь – работать, работать, работать. Просто надо очень много. Я не знаю, что он имел в виду, а я имею в виду нам всем. При этом имея в виду, что, вы знаете, я не знаю, что нас заставляет говорить эту фразу, они нам выбирают черти знает кого. Знаете, они нам выбирают черти знает кого, если мы не пойдем на выборы, если мы не будем работать. Потому что почему мы о них думаем, как о каких-то, не знаю, орках или зомби, они наши граждане. Это же мы так о себе говорим. Это неприлично, на мой взгляд. Второе, что написала, это репутация. То есть ничего не выйдет, если вот работать, работать, работать без репутации и начинать с себя. Я просто благодарен всем, кто сегодняшний вечер, кто-то праздничный для очень многих. Вот посвятил тому, что прийти сюда, но это, наверное, привлекаетесь Лены и вот тех, кто ей ассистировал. Я поздравляю всех от мемориала с Новым годом. Я думаю, что в прошлом году, в будущем году продолжится вот вся эта система наших встреч на тему, в которой стране мы живем. И я, в общем, всем всего хорошего, по крайней мере, на ближайшие дни. Спасибо. 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 Спасибо.